Скажу про возможные бренды, которые вы, наверное, хотите уже знать. И думаю, вам будет интересно. Передаю слово Максиму. Так, всем привет. Давайте проверим то, что видно меня, моё лицо, видно презентацию, слышно меня. Напишите там плюсы. Да, вроде есть. Отлично. Так, ну, первое, с чего начну, то, что приятно вас всех здесь видеть. На самом деле я очень рад выступать на аудиторию студентов, потому что у меня всегда была голубая мечта стать профессором. Видимо, она постепенно начинает реализовываться в жизни. И я вам всем желаю успехов на поприще маркетинга, чтобы у вас всё получилось. У вас у всех большие перспективы, большие амбиции. И надеюсь, что у вас всё получится. Потому что когда я начинал заниматься маркетингом, не было от слова совсем ничего. То есть ни обилие конференций, ни вебинаров, ни книг особо никаких тоже не было. Единственная конференция, которая при мне была, это СММ Ёлки. Вот, в Питере, по-моему, проходила. Вот сейчас мы видим обилие вебинаров, конференций, курсов различных. Там в Гугле можно любую информацию найти, книг дофига на эту тему. Ну и, соответственно, сейчас с этим намного проще. Соответственно, моя задача сегодня с вами поделиться информацией про психологию клиентов. Выбрал эту тему, потому что мне ваш куратор передал задачу, что вам нужно рассказать про то, как создать рекламу, которая цепляет, которая, соответственно, выполняет свою функцию, чтобы с этой рекламы можно было хоть что-то продать, ну и чтобы вы выполнили свои задания, которые вам дали на данном проекте. Вот, значит, давайте немножко про себя расскажу, чтобы у вас было ко мне доверие, как к спикеру. Меня зовут… Так, давайте сначала с плана доклада. Вот, да, сегодня, значит, мы поговорим про пять тем. Первое – это трансформация клиента, второе – это мотивация клиента, третье – это триггеры ментальные, четвертое – это креатив, и пятое – это упаковка. Вот сегодняшний план доклада. Давайте я немножко про себя расскажу, чтобы у вас было больше ко мне доверия, к моему опыту, чтобы, соответственно, не возникал вопрос, почему я здесь вещаю, да. Значит, меня зовут Макс, я эксперт по стратегическому и комплексному маркетингу, вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ по версии портала PRBZ. Мои кейсы, самые громкие, самые такие, как бы, показательные – это Тони Робинс в Олимпийске, Москва, 26 тысяч человек. Мы совместно с Синерги собрали данное количество людей. Также я в течение двух лет продвигал его семинары по всему миру. То есть это Лондон, Сингапур, Майами, Австралия, Нью-Йорк и так далее. Был на его семинарах шесть раз, там, три раза в Лондоне, один раз даже с девушкой поехал, ну, и там остальные в других, там, в Майами и в Сингапуре. Вот, соответственно, другой кейс – это Аяс Шабудинов. Я был директором по маркетингу у него в течение полтора лет, когда все только начиналось. То есть с времени, когда вот стартовал первый концентрат до, по-моему, пятого или шестого, вот все делал там я. И вебинары, и собирал мероприятия его, и реклама, в общем, все-все-все, что было связано с маркетингом, делал я. Вот, также мы с ним сделали совместный обучающий проект, вот, там, два потока провели. Плюс я был методистом, а в его обучающих программах концентрат масштабировал, LikeBZ, проект X, то есть все, что рассказывается там про маркетинг, ну, я думаю, что как минимум я приложил к этому руку, как максимум, это весь мой материал. Так что, если бы обучались у Аяза, то можете, соответственно, теперь знать, что эту информацию создал я. Вот, также продвигал различные бизнес-клубы в Москве, вот, есть клуб Пассионарий. Вот, плюс продвигал других спикеров, такие как Радислав Гондопас, Экхарт Толи. Мы кругу Сити Холл собирали на 6 тысяч человек. Ну, и, соответственно, не только в ивент-индустрии, ну, вот еще там Сколково мы работали, продвигали конференции по маркетингу, по продажам. Также мы с артистами Blackstar сотрудничали с моим агентством. Алан Клейнханс, тоже зарубежный спикер. Вот, и также были еще 100 плюс компаний из вообще различных ниш, то есть там, начиная от одежды, заканчивая едой. Плюс успел создать свой бизнес совместно с партнерами. Это бизнес Миллор, автомобильный парфюм. Сейчас компания продана другим владельцам. Но, соответственно, само название, продукт, идею, концепцию, партнеров, бизнес-модель, маркетинг мы сделали сами. То есть мы это все создали, потом просто продали компанию. Вот. Некоторые фотографии меня, как социальное доказательство того, что я вам лапшу на уши не вешаю, потому что все это правда. Вот, просто вставил. Часто выступаю на конференциях. За последние полгода там примерно в 20 городах побывал. Кстати, тоже дружу с продюсером Иваном Шаповаловым, продюсером группы Тату, в силу того, что долгое время занимался музыкой. Ну и сейчас тоже там периодически, как сказать, занимаюсь. У меня была даже своя рок-группа, песни писал. Кому интересно, могу потом скинуть, посмотреть. И даже клипы есть. Вот. Ну и вот, соответственно, тоже вот это обучающий проект с Аязом. Вот я хвалюсь тем, что мне дали бэджик Тони Роббинс Партнер. Это в Лондоне. Ну и 500 миллионов выручки я смог принести своим клиентам за все время. Вот. Напишите, пожалуйста, от 1 до 10, как вы мне теперь доверяете в плане моего опыта. Вот. И насколько вам хочется услышать сегодняшнюю, естественно, лекцию. Надеюсь, что доверие появилось. Вот. Давайте, да, вот десятки вишу. Тут, кстати, есть кнопочка такая, огонечек. Можете на нее нажимать, мне будет приятно. Вот. Давайте, значит, да, сразу скажу спасибо, что меня пригласили организаторам, да, там, всем, кто с этим связан. Спасибо реально за такую возможность. Буду рад, если будете приглашать еще. Потому что говорю то, что, мне кажется, это мое призвание быть профессором. Может быть, там, лет через 5-10 я к вам официально устроюсь там профессором по маркетингу. Буду очень рад. Мне по кайфу. Значит, давайте начнем с первого. Трансформация клиента. Вот очень интересный момент, когда мы придумываем продукт, когда мы продумываем услугу нашу, да, мы должны понимать, через какие стадии проходит клиент наш. То есть в классическом варианте трансформации, да, есть два, две точки. Точка А, точка Б. То есть точка А до того, как человек там не пользовался нашей услугой, да, и после того, как попользовался. Пообщавшись с некоторыми специалистами, да, там, я услышал очень интересную точку зрения, которую я сейчас с вами поделюсь, интересная концепция, да, трансформация клиента. Да, вот есть минимум три стадии. Три стадии клиента. Первая стадия – это жертва, вторая – это пробужденный, третья – это фанат. Я так это назвал, немножко по-другому мне это подавали, но я вот, как сказать, упростил концепцию. Значит, что это значит? Значит, на первом этапе жертва, клиент, у него, соответственно, состояние жертвы, когда он, у него есть какая-то проблема, и он не знает, как ее решить, да, то есть вот он ищет, то есть в поиске, он находится в поиске, скажем, вот он хочет похудеть и не знает, как ему, соответственно, ну, достичь своего результата похудения, да, либо, наоборот, накачать массу, там, либо, не знаю, там, купить айфон со скидкой 50%, там, не знаю, либо купить машину, неважно. Вот, он находится в состоянии поиска, вот, это жертва, жертва, потому что он жертва обстоятельств, то есть у него есть проблема, он не знает, как ее решить. Дальше он знакомится с вашим продуктом, с вашей рекламой, не знаю, с вашей рассылкой, с вашим лид-магнитом, с сайтом, видео, которое вот как раз вы делать будете. И, соответственно, он переходит в стадию пробужденный. Пробужденный – это когда клиент понимает ценность вашего предложения, то есть он понимает свое состояние, у него сформирована проблема, потому что, как правило, бывает так, что у клиента не сформирована проблема на самом деле, то есть он на самом деле не знает, что ему надо. Вот об этом чуть позже тоже поговорим. Ну, смотрите, вот пример, да, скажем, клиент думает, что у него проблема в похудении, на самом деле у него проблема со сном, с тем, что он не то ест, ну, вообще все, что угодно, кроме как то, что он думал. Он думал, что проблема в гормонах, предположим, а на самом деле проблема в малоподвижном образе жизни, в нервах, в стрессе и еще в чем-то. Соответственно, когда вы ему доносите эту информацию, у него формируется понимание проблемы, у него формируется понимание проблемы и желание ее решить с вами, вместе с вами. Вот, соответственно, это состояние пробужденной. И третье, последнее состояние, с вами состояние, может быть, 5-10 минут, я взял три основных, три таких реперных состояния. Третье состояние, когда клиент попользовался вашим продуктом, услугой и, соответственно, ему понравилось, да, то есть включается обратная воронка, сарафанное радио, когда он начинает о вас рассказывать, он становится фанатом вашего бренда, вашей услуги. То есть таким образом он перешел из состояния жертвы в состояние пробужденной и стал фанатом вашего бренда, вашей услуги. Вот, если понятно, напишите цифру 11, да. Так, если вы имеете вопросы к Максиму, да, 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 да. Да, в раздел вопросы, он тут есть, я вижу. Вот, давайте двигаться дальше. Значит, с трансформацией клиента, надеюсь, разобрались, да. Давайте теперь, ну, давайте еще я дополню, да, вот важный момент на примере, скажем, обучения, да, там либо каких-то консалтинговых услуг, потому что мне это ближе. Состояние жертвы – это когда, скажем, ну, вы должны описать текстом, как обуславливается каждое состояние. То есть состояние жертвы, например, человек зарабатывает 30 тысяч рублей, он там с лишним весом, он малоподвижен, ну, если говорить там про похудение, да, там, ну, естественно, вот, если говорить про консалтинг, да, предположим, у человека бизнес свой, оборот там до 100 тысяч рублей, не настроен маркетинг, нету аналитики, там, плохая бухгалтерия, плохие бизнес-процессы. Состояние пробужденное. Он понимает ценности хорошего маркетинга, то есть он не будет заказывать рекламу, там, у студентов за 5000 рублей, он скорее обратится, там, к хорошему специалисту, потому что он понимает, что лучше заплатить нормальные деньги, получить хороший результат и не слить в бюджет. Это состояние пробужденное, да. И фанат, когда он уже, там, попользовался вашей услугой, рекомендует вас своим коллегам, там, другим, там, игрокам рынка. Вот пример, да, скажем. Так, дальше. Мотивация клиента. Есть три уровня мотивации клиента. Вот это самая крутая, самая огненная информация, которая, надеюсь, вам залетит в мозг и никогда оттуда не вылетит. Значит, об этом мало кто говорит, но этим пользуются абсолютно все крупные компании, абсолютно все там крупные бренды, Марс, Пепси-Кола, Кока-Кола, Найки, Адидас и так далее. Вот. И об этом, кстати, мало кто задумывается. Значит, три уровня желаний клиента. Есть уровень, первый, это явное желание клиента, второе, по факту, какое у него желание, третье, латентное или скрытое. Вот. Очень интересная, реально, очень крутая информация. Прям вот сконцентрируйтесь и попробуйте ее прям через себя пропустить, осознать. Значит, смотрите. Три уровня мотивации, да. Значит, первое, как я уже сказал, что человек хочет, да. Вот он воля изъявляет, да, скажем, я хочу вот это. А второй уровень мотивации, что он делает на самом деле. То есть, скажем, я могу сказать, вы знаете, я в режиме самоизоляции хочу читать книги. Я буду самосовершенствоваться, да, то есть вот я буду тратить время с пользой. Что я делаю на самом деле? Я скачал себе кучу сериалов, игры компьютерные, занимаюсь какой-то херней. Это вот, соответственно, что я по факту делаю. И что я хочу и делаю, не догадываясь об этом, да, вот это самое интересное. Это когда я что-то делаю, да, я даже не задумывался о том, что мне это надо. Пример, да, скажем, когда, ну, опять же, возьмем пример с самоизоляцией. Я, значит, волей изъявил, что я буду самосовершенствоваться, буду читать книги. По факту я, соответственно, играя в компьютерные игры, смотрю сериалы. И, соответственно, мое латентное скрытое желание от самоизоляции, от режима самоизоляции, чтобы меня просто все оставили в покое, я, соответственно, там побыл один. Ну, предположим, да. Более точные примеры сейчас приведу на примере реальных компаний. Вот смотрите, значит, давайте возьмем Инстаграм. Давайте сделаем небольшое упражнение. Значит, давайте напишем три уровня желаний пользователей Инстаграм. Что они хотят, то есть что они изъявляют, да, как вот желание свое. Зачем нужен Инстаграм? То есть это как, они не обязательно должны это волей изъявлять, это просто как, ну, оболочка, да. То есть какая оболочка у сервиса Инстаграма? Зачем нужен Инстаграм? Второе. Что делают пользователи на самом деле в Инстаграм? И третье самое интересное. Что они делают или хотят, но не догадываются об этом? То есть они не говорят это вслух, не признаются, ну, в этом, но при этом они это делают. Да, и, соответственно, компания Facebook, она догадалась и всячески это монетизирует. Итак, давайте посмотрим, живые подписчики, выложить фотку спящего кота, запустить бизнес, делиться информацией, живую аудиторию, стать знаменитым, много лайков. Ну, смотрите, да, вы правильно пишете, только вы пишите, что к чему относятся. Да, вот Ксюша пишет, да, правильно. Хотят показать свою жизнь и посмотреть на других, так. Второе, пропуск, третье, хотят быть таким же, как те блогеры, на которых они похожи. Да, близко. Хотят широкую аудиторию и лайки-репосты. Напишите, давайте подумайте, сделайте упражнение. Вот три уровня, давайте я верну на предыдущий слайд. Соответственно, три уровня желаний клиентов. Явное, то есть что они волей изъявляют, что они говорят, что они думают, да, что они делают и что на самом деле. Да, то есть по факту, что им на самом деле надо. Давайте подумаем на примере Инстаграма. Еще раз, что я хочу, что я делаю и что я хочу и делаю, но не догадываюсь об этом. Давайте на примере Инстаграма пишите. Хотят показать свою жизнь и лайки, публикуют красивые фотографии. Деньги, Слава, выкладывают. Смотрите, вот Сардина пишет, Слава. Ну, вряд ли ты, когда скачивал Инстаграм, либо, не знаю, как-нибудь 40-летняя женщина, которая скачивает Инстаграм, думает о Славе. То есть, ну, вряд ли, да. То есть, как бы на первом уровне желания клиента вряд ли стоит Слава. Попроще что-то. Ну, дам подсказку. Ну, зачем нужен Инстаграм? То есть, как нам продавали идею Инстаграма? Типа, вот Инстаграм нужен для того, чтобы делиться моментами своей жизни. То есть, там даже у них лозунг есть, да, там, share your life moments, да, то есть, делиться моментами жизни. То есть, там, как ты там ешь, спишь, какаешь, там, не знаю, там, не с детьми, отдыхаешь где-нибудь там на лыжном курорте, да. То есть, вот это, соответственно, первый уровень желания клиента – это вот оболочка, верхний слой оболочки. Вот, Наталья, ты угадала по поводу следят за другими, да. Так, быть в социуме, да, показывать, да, быть популярным, третий неосознанный поиск, какими они хотят быть, что хотят иметь. Да, вы близко, Дарина, да, близко. Ладно, давайте, томить не буду. Вот, соответственно, ответ, да, то есть, что хотят клиенты, когда скачивают Инстаграм? Хотят делиться фото и видео из своей жизни, следить за фото и видеть друзей, да, то есть, это как верхняя оболочка. Это, знаете, это как вот только без обид, вот когда девушка на первом свидании, да, вот ей говорят, там, пойдем переспим, я думаю, что эту тему уже можно с вами обсуждать. Вот, девушка говорит, нет, я не такая, да, на самом деле она этого хочет, но она делает вид, что она не такая, да, типа, вот, ну, как бы, я не отдаюсь на первом свидании, не такая, но она на самом деле очень сильно хочет, но она не отдается. Вот то же самое здесь. То есть, как бы, она играет роли, типа, такой вот недотроги, типа, я вот не отдаюсь на первом свидании, я хорошая девочка, то же самое здесь. То есть, пользователи играют в игру и бренд тоже играет в игру того, что, типа, вот, ребята, Инстаграм нужен для того, чтобы делиться моментами своей жизни. Все такие, о, да, да, конечно, да, но на самом-то деле что происходит? Люди, по факту, что делают? То есть, они волей изъявляют, что они хотят читать новости, полезные факты, так же, как я говорю, в режиме самоизоляции, да, на самом деле, как бы, при этом они говорят, что их там бесят тупые модели, голые жопы и сиськи. Но при этом, по факту, что они делают? Они продолжают потреблять этот гамм на контент, да, потому что им на самом деле он нравится. Потому что они за этим туда и приходят в Инстаграм. То есть, следить за этими жопами и сиськами, потреблять тупые вайны, смотреть и так далее. То есть, это вот то, что они по факту делают. При этом, если бы об этом написали в официальном App Store, вряд ли бы кто-то скачал это приложение, да. Ну, самые отъявленные там люди, может быть, скачали бы, но 98% аудитории бы вряд ли бы скачали, прошли бы мимо. Третье, самое интересное, что я хочу и делаю, но не догадываюсь об этом. То есть, на самом деле, пользователи Инстаграма что хотели? Следить за теми, кто лайкает там, у кого лайкает твой парень. Сейчас эту функцию, конечно, отключили, но раньше прям у всех шизофрения была. Дальше. С кем встречается там бывшая, там, дальше там казаться, а не быть, да. То есть, вот там здесь правильно описали то, что, как бы, ну, мало кто делится реальными фото из жизни. То есть, все там либо фотосессию какую-то делают, либо хотят казаться, а не быть, там, лучше как-то вот, там, под лучшим ракурсом себя сфотографировать, там, отфотошопить свою фигуру, да, там, не знаю, там, показаться супер богатым, либо супер успешным, да. То есть, мы продаем картинку пыль в глаза. Вот. Соответственно, мы качаем что? Чувство собственной важности и тщеславие, да. Но при этом представьте себе, да, что если бы об этом Инстаграм написал на официальной странице в App Store, там, и, соответственно, так бы пропагандировал. Да, скачайте Инстаграм, качайте свое тщеславие, да. Я думаю, что все бы абсолютно прошли бы мимо, так же, как и девушка, которая, я не такая, да, то есть, вот, мы же все не такие, да, мы же все, там, супер, эти, интеллектуалы, мы только за правду матку, да, и мы не такие. На самом деле, все такие, просто не хотят об этом признаться. Вот в чем прикол, то, что если вы, как маркетологи будущие, догадаетесь, да, вот, то есть, ну, большинство, 90% маркетологов работают с первым уровнем хотелки, да, то есть, то, что им, там, фокус группы говорят, то, что люди говорят, там, не знаю, то, что они, там, пишут в социальных сетях, они думают, что это факт, то есть, это то, чего хотят люди. Вторая группа маркетологов, которых очень мало, которые там делают различные исследования у РБК, еще где-то, они по факту, то есть, они, это называется еще, там, отдельная наука по исследованию поведения человека. Сейчас я даже попробую найти, как это называется. Вы пока пишите вопросы, если есть. Так, ладно, хрен с этой наукой, потом скажу, если кому-то нужно будет. Вот, вот, большие компании аналитические, такие как McKinsey, ежесними, они, соответственно, занимаются вот исследованием, ресерчем, да, вот, данного поведения, да, то есть, они по факту, вот, берут, там, если им нужно, там, сделать ресерч какого-нибудь, там, ресторана, там, либо, не знаю, там, кинотеатра, они прям берут и идут в этот кинотеатр, в это заведение и снимают реальные показатели, то есть, сколько там человека потока, что реально люди смотрят, то есть, по факту, да, то есть, что конкретно по факту, не то, что они говорят, да, там, по телефону, когда вам там звонят и спрашивают, а какой вы канал смотрите, да, там, вот, кому звонили, так, хоть раз, напишите цифру 9, кому звонили с опросом по телефону, здравствуйте, мы там, социальные службы, там, бла-бла-бла-бла, а какой канал вы смотрите, да, вот, многим звонили, вот, скажите, признайтесь, кто врал? То есть, кто смотрел, там, не знаю, там, пятницу, но ему было впадло в этом признаться, и он говорил, там, я смотрю телеканал Культура, либо я вообще ничего не смотрю. Ну, то есть, вот, скажите, вот, напишите цифру 5, кто врал, когда, вот, им звонили, да, естественно, и вы говорили не то. Вот, соответственно, вот в этом чате есть репрезентативная аналитика того, что мы врём в этих опросах, понимаете, то есть, мы на самом деле по-другому вообще делаем, и представьте себе, вот, обзвонили, там, скажем, несколько миллионов человек таким образом, вот, вы там, люди, которые врали, и на основе этих вот хреновых данных делается какая-то инфографика, которая несётся телеканалом, и говорится, вот, смотрите, какие у нас рейтинги, сколько людей нас смотрят, на самом деле вас никто не смотрит, смотрят вообще другой, либо вообще ничего не смотрят. Вот, надеюсь, я вам донёс эту идею. И третье, да, вот, что важно, вот, 1% маркетологов, которые это делают, почему, естественно, некоторым маркетологам платят за работу 100 долларов, а некоторым миллион долларов, потому что вот те маркетологи, которые догадались, которые знают, как понять латентное, скрытое желание клиента, вот этот самый огонь, вот этот топчик. Вот, если вы, скажем, все слышали там про шоколадную пасту на стиле, да, вот, как вы думаете, как её продвигали маркетологи? Ну, шоколадная паста на стиле, да, которая на хлеб намазывается, да, вот такая вот прозрачная упаковка, орешек нарисован, как её продвигали маркетологи, как вы думаете? То есть на что они давили? На какую аудиторию, да, вот давайте с этим начнем. Для какой целевой аудитории была реклама? На кого была предназначена реклама этой шоколадной пасты? Дети. Вот самое-то интересное, что нет, не дети, родители, мамки, мамки, на мамок. То есть на мамочек была акцентирована данная реклама. Почему? Давайте вот подумаем, почему. Я вот уже вам дал подсказку. Мама, почему? Ну, очевидно, что для детей покупают, а почему? Почему реклама на мамы-то рассчитана? У детей нет денег. У ребёнок всегда можно подойти к маме и сказать, мам, купи мне. Это не аргумент. Чтобы поверили, что это полезно. Близко, да. Мамы любят детей, да. Смотрите, вот я считаю своим преимуществом то, что я немножко разбираюсь в психологии. То есть в 14 лет я читаю большое количество книг про НЛП, про нейромаркетинг, про язык телодвижения, психолингвистику, психоколористику и так далее. Даже вожатым два года работал с детьми. Соответственно, вот есть такая наука нейромаркетинг. Давайте немножко отойдём от этого вопроса. Задам вам другой вопрос. Когда вы приходите в магазин, есть пакетированный сок, а есть сок в стеклянной бутылке. Какой сок дороже? Вот не задумываясь, ответите, пожалуйста. Просто в стекло, да. При этом, вы же понимаете, что и там, и там сок-то по сути одинаковый. То есть вам на самом-то деле продают одно и то же. Проще. Сок добрый, сок рич. Кто что выберет? Сок добрый, сок рич. Давайте, кто что выберет? Добрый, либо рич. Большинство из вас выберет рич, потому что он качественнее, да, там, у него, там, соответственно, мякоть, да, там, ну, как бы, и так далее, да. Но на самом деле это один и тот же сок. Это один и тот же сок, который создаётся, разливается на одном и том же заводе с одним небольшим отличием, то, что в рич добавляют концентрат, ну, вот этот вот мякоть, да, вот эти шкурки. Это одна и та же консистенция. То есть вы можете прям проверить. Один и тот же завод, одна и та же консистенция, но гении-маркетологи, соответственно, продали вот эту сраную мякоть, да, там, за 50 рублей сверху маржи, да, то есть там сок добрый стоит, наверное, 30 рублей, а сок рич, там, 100 или сколько там, 120, да, то есть даже больше. Понимаете, то есть маркетологи нас дурят везде, да, то есть ваша задача будет дурить клиентов, да, вот давайте вспомним другой пример, блендомет, паста блендомет, кто помнит? Кто помнит пасту блендомета и упаковочку, да, где вот график был синенький-красненький, напишите цифру 12. Вот вспомните, на пачке блендомет был такой график, синенький, который вверх идет и красный, который идет вниз. А вот теперь вопрос, а вы помните о подписи этих графиков, вот что означал каждый из графиков? Помните? Ну, то есть за что отвечал синий график и за что отвечал красный график? Нет, правильно, что не помните, потому что этих подписей не было. Я вам открою секрет, Дед Мороза не существует, их не было просто, то есть это была просто картинка, и люди, клиенты сами додумывали за, соответственно, там, за себя, что значит синий, что значит красный. То есть что-то растет, а что-то уходит. То есть то, что человеку важно, чтобы росло оно растет, там, скажем, улучшается вкус, запах изо рта, да, свежесть, да, там, не знаю, белеют зубы, а уменьшается боль, да, там, скажем, вот, человек сам себе надумал, там, уменьшается кровоточивость десен, там, не знаю, да, но там нету этих подписей, это даже не исследование. То есть, вы знаете, вот маркетологи очень любят ссылаться на какие-то там британские ученые, доказали туда-сюда, как бы, эти все статьи, они заказны, 99% из них, они не имеют никакого отношения к реальности, но люди хавают. Это то же самое, как вот пишут на продуктах без ГМО, да, вот, кто видел эту фразу без ГМО, причем пишется на тех продуктах, на которых вообще-то в ГМО в принципе не может быть, да, то есть, там, не знаю, там, на банане без ГМО, да какой, блин, ГМО в банане, там, я не знаю, или вот очень мне нравится фраза 100% апельсиновый сок. Что вы думаете, значит, фраза 100% апельсиновый сок? Что это точно 100% сок апельсиновый, а не яблочный. То есть, это не значит, что он сделал из 100% свежевыжатого апельсина, нет, это просто фраза, которая означает, что вы купили 100% сок апельсиновый, а не яблочный, понимаете? Ну, люди-то что делают, они додумывают, они-то хотят верить, что они покупают полезное, качественное. Давайте вернемся к пасты на стле, да, вот, шоколадной. Реклама была рассчитана на мамочек. Почему? Потому что маркетологи умные смекнули, что мамам что важно, чтобы ребенок, соответственно, был здоровый, чтобы у него была энергия, чтобы было чем его кормить с утра, но при этом они знают любовь детей к сладкому. Соответственно, мама, чтобы не чувствовать вину, то есть, у каждой мамы есть вина, да, за то, что вот она ребенку, скажем, кормят брокколи, да, там, а не чупа-чупсами. Но при этом она любит своего ребенка, да, то есть, и маркетологи сыграли на чувстве вины этих мам и сказали, мамы, смотрите, вот есть шоколадная паста на стле, на которой нарисован орешек. И вот за счет этого орешка, за счет добавления ореха, наша шоколадная паста не только вкусная, но, блин, и полезная. Так что давайте кормите своих детей с утра нашей пастой, и, естественно, им будет и вкусно, и полезно. То же самое, как Несквик. Вот вспомните, пожалуйста, пачку Несквик. Вот там под звездочкой маленьким шрифтом написано, ну, написано, что, типа, большим шрифтом написано, вот, если вы там поедите с утра Несквик, то у вас там столько-то-столько-то будет полезных веществ, витаминов, вот, кто это видел? Вот давайте так, кто видел то, что вот, кто думает, что Несквик это полезно? Ну, честно, признаюсь, что там куча полезных микроэлементов, там всякие витамины, туда-сюда, что это для детей суперклассно, полезно. А кто читал маленькую приписку? Вот маленькую приписку, которую где-то там внизу, там, этого пакета, где написано «при добавлении молока», да, то есть это молоко полезное, а не Несквик. Помните? Ну, кто-нибудь вот это вот читал вообще? Соответственно, вот так нас дурят маркетологи, да. Это пример того, как с нами играют на разных уровнях желания, понимаете? То есть, смотрите, да, еще раз, если бы Нестле, либо Несквик продавали как, там, мы знаем, что ты любишь жрать сладкое, купи, да, там, в любом случае ты потолстеешь, но хотя бы, там, купи у нас, а не у конкурентов. Вряд ли бы кто бы это купил. Соответственно, маркетологи что говорят? Это полезно. То есть, они продают индульгенцию клиенту, то есть, чтобы клиент поставил галочку, да, типа, вот я слежу за своим здоровьем, я покупаю йогурты, мюсли, Несквик, там, Нескле своему ребенку и все, и я там доволен, молодец, мне же реклама продала эту идею, и мои дети здоровы. Вот, а на самом-то деле, то есть, как бы здесь чувство вины, там, чувство, соответственно, неполноценности, там, еще там, что-то там, то есть, вот это третий уровень, да, вот если вы это будете понимать, это прям супер уровень, там, маркетолог сотового левела. Давайте дальше. Макдоналдс, вот, мой любимый. В 1999-2003, по-моему, года в Америке ввели в меню салаты, то есть, у нас вот они есть, вот, они были введены в Америке, там, вот, естественно, 2000-е годы, то есть, это салатики, всякие там морковки, ну, всякую вот эту ЗОЖ, да, тему. Как вы думаете, насколько возросли продажи, ну, у Макдоналдс, да, то есть, ну, вот, просто прикиньте, да, на много, да, ну, просто давайте там, мало или много, сильно или не сильно, не возросли на 50%, много, много, так, много, окей, хорошо, это тепло, правильно, а за счет чего? Вот, Рокстар пишет много, но салаты не брал никто. Нет, салаты брали, просто прикол в том, что в этот период продажи Макдака возросли не за счет этих салатов, да, салаты покупали, а за счет того, что покупали допом к этим салатам. Там пирожки, молочные коктейли, соусы, бургеры, да, это, как, знаете, это как вот мем, да, есть там, типа, можно мне, пожалуйста, три бикмака и диетическую колу? Вот это то же самое, то есть люди, которые, ну, в Америке, вот этот бум нашелся там здорового образа жизни там в 2000-х, до нас он дошел там, как всегда, с опозданием 10-15 лет, естественно, люди, им, как бы, естественно, стыдно. То есть вокруг все такие зожники бегают, да, там, едят брокколи, там, заедают там этим лопухом, и все такие здоровые, классные и просветленные духовные. Как же я вот такой, типа, вот возьму и пойду в Макдак? Стремно, да, то есть, ну, как же так, я ж не лох, вот, но, соответственно, Макдак вводит меню салатик, и ты можешь сказать своему другу, ну, слушай, а я в Макдак вводил, он скажет, ты что, в Макдак пойдешь? Он говорит, да нет, ты не думай, я же там жрать-то особо-то не буду, я за салатом. Он такой, ну, ладно, иди, типа, ты ж, типа, вот, я тебя понимаю, мы же, как бы, зожники, да. Вот он приходит в Макдак, покупает свой салат, ставит галочку, что он за здоровое питание, то есть где-то внутри, соответственно, он, как бы, ну, индульгенцию себе купил, что он молодец, и дальше его спрашивают, хотите картошечку? Он такой, ну, ладно, давайте, там, вдруг там на улице подождет, не увидит, давайте картошку. И этот, и Биг Макдак, еще вот это, а вот, и еще вот это. Тут съем, а салатик на вынос, пожалуйста. Вот, то есть, так поступают все, это обычные люди, это мы с вами. Соответственно, да, вот, это цитата маркетолога, который занимался исследованием вот этого всего вопроса, они действительно хотят видеть в меню салаты, он пишет, но простая близость к правильному поведению удовлетворяет уже их интерес к нему. То есть, понимаете, да, это как вот с спортивными залами, да, то есть, вот, дальше тоже пример. Спортивные залы монетизируют расхождение между желаниями и реальными действиями. Вот, честно, напишите, пожалуйста, кто когда-либо покупал абонемент в фитнес-зал и ходил туда, там, раз, два, три от силы, да, там, ну, то есть, не каждый день, там, даже не через два дня, не три, причем покупал, там, полный фулл-тайм, да, там, с утра до ночи, там, с бассейном и так далее, но вообще этим не пользовался, вот, напишите, пожалуйста, он только честный. Вот, но вам же продали, а что вам продали? Вам-то на самом деле-то продали не фитнес-зал, вам продали иллюзию, иллюзию того, что вы молодец, иллюзию того, что вы причастны к своему здоровью. Это то же самое, как с Айкос, либо с Вейпом, да, то есть, вот, почему Айкос и Вейп популярны в России, там, в Европе? Потому что люди покупают иллюзию того, что они следят за своим здоровьем, то есть, как бы, окей, я курю, да, типа, ну, мне нравится курить, да, я знаю, что это зашкварно, это вредит моему здоровью, но мне нравится. Тут все его друзья, ему уже мозги все съели, сделали, типа, чувак, надо следить своим здоровьем, там, соответственно, там, везде пишут, там, курение вредит вашему здоровью, но мне же нравится курить, да, вот как мне быть, да, чтобы мне мозги не делали, чтобы я продолжал курить. Айкос, ты такой куришь, Айкос, все такие, о, ты красава, ты Айкос купил, то есть, ты следишь за своим здоровьем, это же та же самая хрень, да, там может быть меньше, там, какого-то воздействия вредных веществ, но это та же самая хрень, понимаете, это тоже курение, это тоже самое курение, Это как, знаете, это как вот, не знаю, вместо, не знаю, там, пива пить сидр. Те же самые 5% алкоголя, понимаете? То есть это обманывает самого себя, понимаете? Но, то есть получается, людям продают иллюзию. То есть люди хотят думать о том, что они следят за своим здоровьем. Но по факту они не следят, они продолжают курить. Вот кто меня понял, кому я донес эту идею с этими тремя уровнями мотивации, подставьте, пожалуйста, 20. Надеюсь, донес, надеюсь, вам понятно. Чтобы вы прямо вот осознали это. То есть когда вы будете делать задание с видео, вы должны прям пройтись по трем этим уровням. Давайте следующий пример, последний. Журнал Forbes. Люди покупают журнал Forbes, чтобы быть ближе к миру богатых, а не потому, что их интересует индекс Доу Джонса. То есть у кого в туалете тоже, честно признаюсь, либо где-нибудь там, знаете, вот иногда в общаге, либо там, не знаю, дома журналы ставят, чтобы не шатался стол. Вот у кого там Esquire, либо Forbes в таком положении под столом, под ножкой, либо где-нибудь в туалете лежит, тоже напишите, пожалуйста. Ну там, не знаю, может, у соседа видели, да, там. Туалета нет. Сочувствую, братан. Ну, есть такие прецеденты, да. То есть смотрите, как вы думаете, да, вот, ну, по логике вещей, сейчас, сейчас, секундочку, этот эфир завершу в Инстаграме. Так. Сейчас, секунду. Вы пока пишите про журнал Forbes. Вот, давайте подумаем. Журнал Forbes обозревает разных богатых людей, да, то есть, скажем, там, всякие миллиардеры, миллионеры, звезды и так далее. Как вы думаете, сами звезды, сами миллиардеры покупают эти журналы? Ну, я думаю, что они покупают это только в том случае, если про них написали статью, либо они на обложке. То есть богатым людям нахрен не надо читать про других богатых людей. Зачем? Смысл какой? То есть целевая аудитория, которая покупает Forbes, это кто? Это обычные люди, которые хотят быть ближе к миру богатых. Понимаете? То есть им нафиг не нужен этот индекс Доу Джонса, там, я знаю, всякие бизнес-модели, процессы, туда-сюда, как бы. То есть там продается что? Продается картинка, иллюзия красивой, богатой жизни. То есть человек хочет прикоснуться просто к этому, да, то есть он на самом деле, может, даже и не задумывался о том, что бизнес открывает. Просто ему по кайфу там полистать, посмотреть, а как же богатые живут. То же самое с, да, вот правильно пишите, там, с журналами моды, да, то есть там, либо там, зачем вы подписываетесь на блогеров, там, в Инстаграме каких-то, у которых там 1-2 миллиона там подписчиков, да, чтобы, соответственно, смотреть за этой жизнью. То есть у вас, скажем, нет возможности, не знаю, там, побывать на Бали, да, вот вы подписались и, естественно, вроде как и побывали на Бали, фотки посмотрели, да, как бы, и если даже увидели там отрицательный отзыв, себе продали идею того, что а нахрен это вообще Бали, он там как будто не понравился, я и не полечу, и не надо. Вот, соответственно, это реальность, то есть есть картинка, есть реальность. Резюмируем вот эту идею, соответственно, маркетологи в данном случае продают замещение достижения цели, замещение, то есть не саму цель, а замещают ее, то есть замещение достижения цели. То есть на самом деле человек думает, что ему надо одно, делает другое, а маркетологи-то ему на самом деле-то продают вообще третье, при этом завернуты в соус того, о чем он думает. Поняли меня, да? То есть тут важный момент вот это осознать, что человек думает, клиент хочет, это не значит то, что ему нужно продавать, это что он по факту на самом деле хочет. Поэтому это еще можно объяснить как монетизация устремлений людей. То есть не фактически их действия какие-то, а именно устремления. Мы все хотим казаться лучше, чем есть на самом деле, да? То есть нам всем хочется думать о том, что мы умнее, чем на самом деле, да? То есть там даже вот проводились психологические эксперименты, где люди, 90% опрашиваемых, завышали свой IQ. То есть они думают, что они умнее, чем есть на самом деле. Никто не будет думать о себе хуже, чем есть на самом деле. Все хотят казаться лучше и думать лучше о себе. Так, соответственно, режимируем еще раз, значит, вывод. Три уровня желаний и мотивации клиента. Первое, что я хочу, это то, о чем просят люди в ходе исследований, там, скажем, о политических новостях в ленте, да, там, о салате в меню в Макдональдс. Но что обычно игнорируют на деле? Что я делаю, да, что по факту люди, там, вот клиенты делают? Это все, что вы можете узнать, просто наблюдая за людьми, да? И что на самом деле они хотят? Это то, чего люди хотят неосознанно. И если вы дадите им это, то сделайте их, соответственно, жизнь лучше, иногда к немалым их удивлений, да? То есть предугадать желание. Да, забыл сказать, что вот на каждом слайде есть значок моего Инстаграма. Буду рад, если будете меня выкладывать в сторис с отметкой моего профиля, писать отзыв, соответственно, о сегодняшней лекции, о том, как вам понравилось, какие инсайты вы получили. Вот, буду рад вас видеть, ваши отзывы. Вот, мне всегда приятно читать. Всем, кто это сделал, скину бонусы в личку по маркетингу. Тысячу книг по маркетингу, тысячу, реально тысячу. И, соответственно, там еще некоторые ништячки тоже вам докину. Поэтому отмечайте, фоткайте, пишите, буду рад вашим отзывам. И подписывайтесь. На самом деле, я очень много всего даю в Инстаграме, там и про психологию клиентов, и про стратегии. Вот, в общем, можете меня читать, и вам вот так вот информации хватит. Там реально очень много. Недавно, кстати, выступал на конференции, называется IMVIC. Кто-нибудь слышал про IMVIC конференцию? Там она, кстати, попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая онлайн-конференция в мире. Там больше 50 тысяч человек участвовало. Вот, я там был спикером. Два раза, кстати, выступил. Там, соответственно, до, там мастер-класс у меня был. И во время, там, во втором дне. Вот, соответственно, там в Ютубе, если наберете психологию маркетинга, психологию влияния в маркетинге, вот. Можете наткнуться на мое выступление на этой конференции IMVIC в течение часа. Я вот рассказывал про психологию влияния, то есть про психологию маркетинга. Очень много полезного тоже интересного. Можете посмотреть накануне, если будет желание. Дальше. Следующий момент. Люди охотно рассказывают о своих чувствах, но редко говорят правду о своих привычках, реальных желаниях и потребностях. Да, то есть людям зашкварно, скажем, девушке зашкварно признаться, что у нее целлюлит, либо косоглазие, там, не знаю, либо лишний вес, да. Но при этом, если в рекламе об этом сказать прямо, она может обидеться, да. Поэтому мы, соответственно, играем в игру. То есть и клиент играет в игру, клиентка, и реклама играет, как бы, в определенную игру. Но при этом мы, как бы, можем намекнуть о том, что, да, мы можем решить свои проблемы. Вот. Соответственно, помните о том, что клиенты неохотно делятся реальными своими желаниями. То есть вы должны догадаться о желаниях клиента. Третий этап, точнее, третья часть нашей сегодняшней лекции – это триггеры, да. То есть какие существуют ментальные крючки, влияющие на поведение клиентов. Вот я здесь выписал список основных триггеров, которые вы, может быть, слышали, знакомы. Давайте перечислим это. Последовательность. То есть клиенты любят быть последовательными в своих действиях. Это как, знаете, это как вот, ну, вы же там девушку не позовете там замуж и там в ЗАГС и рожать детей там на первом свидании, да. Ну, какая-то часть клиенток, так скажем, согласится, но это случайные продажи, которые есть в любом бизнесе. Это клиентки, у которых сформирован спрос, и они давно хотят, и неважно, там, вы будете либо другое, они хотят решить свою просто проблему, да. Ну, 90% остальных, там, 9% клиентов, они хотят быть последовательными в своих действиях. Соответственно, триггер последовательности, да. То есть шаг за шагом мы что-то клиенту даем, продаем, либо показываем ему путь. Что с ним произойдет, когда он, естественно, к нам придет за этой услугой и продуктом. Дальше, взаимный обмен. Дальше, социальные доказательства, авторитет, дефицит, общий враг. Вот общий враг тоже, вот, интересный триггер. У нас в России особенно хорошо он работает, да, то есть люди любят очень объединяться вокруг какой-то жопы, вокруг проблемы, да, вокруг власти, власть говно, вокруг Тодоренко. Тодоренко, там, не уважает феминисток, там, и она, там, за насилие, там, в семье, да. Вот люди никогда не объединяются в России вокруг чего-то хорошего, да, там, скажем, памятник построили, там, не знаю, там, там, не знаю, там, человек много денег заработал. Вот мы всегда вокруг какой-то жопы объединяемся. Это было со стародавних времен, там, времен, когда, там, у нас нападали, там, печенеги, татары, монголы и так далее. То есть нас, да, объединяет какая-то жопа. Вот, соответственно, эту жопу можно объяснить как триггер общего врага. То есть вот когда есть враг, причем это может быть не конкретная какая-то личность, это может быть какая-то идея. То есть идея, скажем, мы против бедности, мы против власти, мы против коррупции, мы против рака груди. То есть, ну, нет же там конкретного коррупции, да, то есть нет же личности конкретной, которые вот мы убьем, и коррупция у нас в стране закончится. Ну, это же глупо так думать, правильно? Поэтому, соответственно, можно объединить не только вокруг там общего врага конкретной личности, но и вокруг какой-то идеи. Соответственно, это самый мощный триггер, который можно только использовать в маркетинге, если вы научитесь это делать, это прямо будет круто и классно. То есть вот многие компании на этом играют. Дальше, коллекционирование. Клиенты очень любят собирать полную коллекцию. То есть если у клиента есть, у клиентки, скажем, есть там сумочка Prada, и она знает, что есть как бы полный лук Prada там весна-лето 2019 года, она обязательно захочет купить сережечки к этой сумке, браслетик там, ну и так далее. То же самое там вот, не знаю, книга Гарри Поттера. Вот у меня все шесть частей есть, а седьмую нет. У меня вот внутри там что-то вот сосет и гложет, да, типа, блин, хочется купить последний, чтобы у меня вот полная коллекция была, чтобы я потом во двор вышел и был самым крутым парнем на районе. Вот у кого-то вот это было, да, вот этот триггер коллекционирования. У нас хочется собрать полную коллекцию, хочется вот прям все вот закончить, да, вот чтобы у меня все было. Вот напишите об этом. Ну и, соответственно, быть частью целого тоже. Мы с времен того, как начала там формироваться цивилизация, там, со времен того, как мы начали задумываться о психологии, об астрономии и так далее, мы всегда хотим быть частью целого. Да, то есть нам всем страшно быть белой вороной, то есть быть как бы отрешенными от, ну, какой-то группы аудитории, потому что на следующем слайде там вот есть прям цитата, то что мы на самом деле уже давно не homo sapiens, мы homo social, то есть мы люди социальные, и мы хотим всегда быть частью целого. Даже если мы супер-бунтаре-анархисты, все равно мы являемся частью, соответственно, группы бунтарей, либо анархистов, либо еще кого-то. То есть, ну, назовите меня хотя бы одного человека, который не является частью ничего. Даже отшельники. Монахи являются частью, соответственно, религии, да, там, не знаю, есть культы, мягкие культы, жесткие культы, да, то есть все равно ты частью чего-то являешься, ты какую-то идею разделяешь. Поэтому нам, естественно, зашкварено быть в стороне. Соответственно, очень часто в маркетинге тоже продается идея того, что будь частью нашего сообщества, да, там, разделяя наши принципы, да. Ну и контраст, тоже вот очень интересный триггер. Давайте разберем его поподробнее. Да, вот, естественно, цитата, которую я вам сказал, мы уже давно не homo sapiens, мы homo social, мы боимся быть белой вороной. Итак, эффект контраста. Вот очень прикольная тема, еще это в продажах, если говорить про продажи, я там одно время занимался продажами, это называется эффект якорения, да, то есть когда вот, вот у кого был опыт такой, что вам сначала называют дорогую цену, да, то есть вот прям вы такие думаете, пипец, я это себе не могу позволить. А потом говорят, слушай, ну окей, вот ты себе не можешь позволить, а вот, вот если подешевле, вы такой, о, вот это мое, и покупайте после этого. Вот у кого такие были моменты, может, в продуктовых магазинах, там, в магазинах одежды, там, не знаю, там, ну, в разговоре с друзьями, там, по телефону. Вот это называется эффект якоря, либо эффект контраста. И это делают специально маркетологи, они специально вам показывают сначала дорогую цену, чтобы вторая цена вам казалась не такой дорогой на фоне этой цены. Вот на примере случая с девушкой. Давайте себе представим, что мы находимся на вечеринке, к нам, соответственно, ну, мы беседуем с красивой девушкой, потом мы понимаем, что мы ее не заинтересовали, и приходит ее страшная подруга. Как всегда бывает, есть красивая подруга, есть страшная подруга, да. Соответственно, вот красивый подругой ход, приходит страшная подруга, нам эта страшная подруга кажется еще страшнее, чем она есть на самом деле. Почему? Потому что на контрасте с той красивой нам она кажется хуже. Это как, знаете, вот проведите эксперимент. Налейте стакан комнатной, стакан воды комнатной температуры и сначала выпейте, да, просто, ну как, выпейте, там, проанализируйте свои ощущения. После этого налейте горячую воду, ну, горячее, чем комнатная температура, выпейте сначала горячую воду, потом стакан этой комнатной температуры, а потом выпейте холодную воду, охлажденную воду и стакан комнатной температуры. И сравните свои ощущения. Получается, что когда вы пили до этого горячую воду, вода с комнатной температурой вам покажется горячее, когда холодную, холоднее, то есть мы на контрасте усиливаем, то есть когда мы сравниваем с чем-то, наши ощущения, они не такие, как есть на самом деле, да, то есть можете просто провести эксперимент. То же самое делают маркетологи. Вот есть очень забавная история, она рассказывается в книге Чалдини «Психология влияния», там вот он рассказывает, что, значит, в каком-то из магазинов костюмов в Великобритании, по-моему, значит, проводили такую штуку, да, вот такую манипуляцию с клиентами. Значит, заходил клиент в магазин, смотрел костюмы и спрашивал, соответственно, у портного, сколько стоит костюм. Портной кричит своему помощнику, типа, «Ричард, сколько стоит этот костюм?» Ричард ему говорит, «42 доллара». Этот, говорит, такой, типа, ну, как будто прикидывает, что плохо слышит, «А, 22 доллара, окей, 22 доллара», он говорит, значит, клиенту, и клиент быстренько берет, покупает этот костюм, думая, что он сэкономил 20 долларов, типа, обдурил бедного старика, который плохо слышит, соответственно, ему сказали «42 доллара», на самом деле костюм стоит 22 доллара. Вот, соответственно, почему? Потому что человек думает, что он выиграл, все, он, типа, молодец, то есть он обманул систему, типа, и хакнул матрицу, да, то есть он сэкономил 20 баксов. Ну, кто бы сделал по-другому? Мне кажется, все бы так сделали, вот. Вот это про нас, это про клиентов, да. Дальше. Эффект Станиславского. В силу того, что у меня родители актеры театра и кино, да, то есть они у меня снимаются там в фильмах, в сериалах, мама у меня сейчас на радио работает уже в течение, там, 25 лет, вот. Вот. Мне очень близко сфера театра, да, вот, вообще творчества. Ну, и, соответственно, я вот этот эффект назвал эффект Станиславского, да, вот, кто помнит вот эту фразу «верю» либо «не верю», да, то есть ваш продукт должен транслировать конкретный месседж, посыл, оффер, там, ваше видео рекламное, да, то, что вы создаете, по сути, там, ваше видео рекламное, которое вы будете создавать, это коммуникация, ваша коммуникация с вашей целевой аудиторией. Соответственно, ваша коммуникация должна быть правдивой, то есть не должно быть этого ощущения, как будто там второе дно какое-то, даже если оно там есть, такого ощущения не должно быть, что люди не любят быть обманутыми. Вот напишите, пожалуйста, кто любит быть обманутым, вот, кто прям ждет, чтобы вы обманули, да, нет таких людей, да, то есть можно даже не ждать ответов, нет таких людей, потому что мы любим себя, в первую очередь, мы очень себя любим, и мы считаем, что мы самые умные, мы не подвержены, там, влиянию манипуляции и пропаганды, то есть, вот, если почитать книгу, Очень классная «Непряхина. Я манипулирую тобой». Вот такая вот книга. Сейчас покажу, кстати. Вот, всем искренне советую. Вот, «Я манипулирую тобой». Почитайте. Там он рассказывает как раз про принципы манипуляции. То есть, ну, понимаешь, у него он это придумал, но он просто собрал в едино кучу этих моментов. И очень классно это описал. Соответственно, там он пишет про рассказы про исследования. То есть, там людей спросили, подвержены ли вы влиянию. И 95% опрошенных сказали, что нет. И после этого провели эксперимент. То есть, провели копию эксперимента, как в СССР. Помните, кто видел эксперимент, ну, в любом случае, если у вас кафедра психологии, маркетинга есть, вам должны были показывать эксперимент с конусом, да, там черный конус. Когда вот ставили черный конус, и у детей там вокруг спрашивали, там, по очереди, какого цвета конуса. Там, соответственно, было там 9 детей, которые подговорили, говорили, что белый конус черный, а черный белый, да. Там потом последнего бедного ребенка спрашивали, какого цвета конуса. Он там, смотря на других, говорил, что на самом деле черный, а не белый. Вот. Вот это оно и есть, да. Вот провели копию этого эксперимента, можете в Ютьюбе тоже набрать, там, этот, Никита Непряхин, там, вот, какой-то там, вот, как-то там эксперимент, там, фильм у него, там, часовой. Вот он продублировал этот эксперимент, он подтвердил, да, реально люди не хотят быть дебилами в глазах других. То есть, если все говорят, что там, вот, показывали там картинку, и спрашивали, кто, какие у вас ощущения к этому человеку, да. И вот 9 респондентов говорили, слушайте, у меня какие-то плохие ощущения, мне кажется, он маньяк, убийца, вообще какой-то плохой человек. И последний, как бы, вот, собирая предыдущие отзывы, да, там, люди, и тоже говорил в этом же ключе, да, мне тоже кашивает плохой человек. Да, были какие-то прецеденты, там, один-два человек говорили, не соглашались, но это скорее потому, что у них там с детства какое-то ощущение бунта, да, там, против социума. А так, как бы, большинство соглашалось. Вот это оно и есть. Соответственно, к чему я говорю, да. Значит, эффект Станиславского. Почему некоторые блогеры становятся известными, да, некоторые нет. Вот есть такое понятие «испанский стыд». Узнаете, что такое «испанский стыд»? Вот было когда-нибудь такое вот, когда вы смотрите сериал, особенно русский, да, и вам стыдно за игру актера. Вот у кого такое было, напишите цифру, там, 22, пожалуйста. Вот это ощущение ни в коем случае не должно быть связано с вашим продуктом. Когда вот вы создадите вашу рекламу видео, либо, там, брендинг сделаете, там, айдентику, там, логотип, нейминг, не знаю, фирменный стиль, упаковку, вот, не дай бог, у ваших клиентов будет такое же ощущение, что у них «испанский стыд», что им стыдно за, как бы, за вас, что вы эту херню сделали, да. Соответственно, что такое эффект Станиславского? Ваш продукт, ваш оффер, посыл должен быть абсолютно правдивым. Вот как реклама Nike. Вот ее смотришь, хочешь прям прослезиться, да. Прямо вот настолько веришь, и прямо посмотрю рекламу, и пошел, там, не знаю, там, качаться, да, там, бегать. Тут же купил себе кроссовки Nike, как будто без них ты не мог бегать, и, соответственно, и бежишь вдаль, там, в горизонт, как в рекламе. Вот какой должна быть ваша реклама. То есть она должна пробуждать определенные глубинные чувства, эмоции, да, человека. Вот. Дальше. Эффект психоколористики. Что-то у меня тут картинка не подгрузилась. Она была такая красивая картинка с цветом. Как вы думаете, влияет ли цвет на клиента и на его эмоции о решении о покупке, либо доверие к вашему офферу? Конечно. Давайте, так, у меня вопрос к организаторам. Я что-то немножко из тайминга выбился. Есть ли у меня время или уже надо, как бы, это завязывать? Мне сказали час, я что-то уже больше часа говорю. Время есть. Окей. Ну, если что, маякните. Вам как вообще нормально продолжать, либо уже, там, мне пойти спать нравится, там, поставьте эти огонечки, там, если все нормально. Супер. Хорошо. Да, спасибо. Вот, значит, давайте вопрос такой. Как вы думаете, давайте с другого начну. У меня реальная история. Ко мне однажды обратился человек, который открывал сеть стоматологии. И когда вот он ко мне пришел, он сказал, слушай, Макс, я заказал дорогой брендинг, нейминг за 250 тысяч рублей, то есть мне сделали сайт, фирменный стиль, логотип, макеты для социальных сетей. Я за это все заплатил 250 тысяч рублей, у меня сеть стоматологии, и туда никто не ходит, у меня нет клиентов. Я говорю, окей, давай разбираться, покажи. Он, значит, показывает, ну, вот этот вот макап, да, там, ну, как вот, где там сборная солянка у его там фирменного стиля. Значит, еще раз, сеть стоматологии, причем я даже уточнил, слива аудитории 35+, в основном женщины, в спальном районе, да, зафиксировали, да, клиент, стоматология, спальный район 35+. Вот. Название, которое мы придумали, мята. Кто курит кальяны, как я, может быть, знаете, там, такую сеть кальяных мята, вот ему тоже предложили, называется мята. Весь сайт у него в зеленых тонах. И на сайте у него фотографии юных молодых людей, там, мальчиков, девочек. Я у него спрашиваю, ладно, к мяте, к зеленому цвету мы вернемся, а почему здесь молодые люди-то? И он мне, значит, начинает объяснять глубокую идею дизайнера, который все это делал, который, соответственно, за 250 тысяч ему всю эту херню намазал, то, что вот, мы должны быть эко-френдли, клиентоориентированные, чтобы люди не боялись к нам прийти лечить свои зубы. Я говорю, слушай, это полный бред, это чушь, это хрень. Мне, к сожалению, материться нельзя, но я бы сматерился на этом моменте, да, потому что, ну, это полный бред. Я говорю, слушай, братан, тебя развели на бабло, это полная чушь. Он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что, вот представь, тебе 35 лет, ты женщина, да, у тебя там зарплата 35 тысяч рублей, либо ты пенсионерка, тебе 55 лет, у тебя там пенсия 12 тысяч. Вот ты каким-то раком, не знаю зачем, как-то вот попала на сайт с названием мята, стоматология, да, и вот, соответственно, ты видишь сайт в зеленых тонах, причем зеленый цвет у тебя максимум ассоциируется со Сбербанком, либо с какой-то сетью кремов и косметологии, да, ну, никак точно не со стоматологией, потому что стоматология, скорее всего, синий либо белый цвет, да, ну, ладно, хрен с ним. И тебе, соответственно, показывают фотографии улыбающихся 20-летних стажеров. Вот ты пошел туда зубы лечить свои, вот если ты был там 55-летней женщиной, да, я бы нет. Ну, только я бы тоже. Ну, вот тебе ответ. Ну, то есть, понимаете, вот настолько даже вот в мелочах мы поступаем как-то по-тупому, то есть мы даже не задумываемся о своей аудитории. А он говорит, а что делать? Я говорю, вот так, берешь и делаешь обычное название, да, то есть тут важный момент называется клиентский опыт, да, то есть вот мы должны брать в расчет то, что у каждого из нас есть определенное понимание, да, то есть мы взаимодействовали уже до этого, это же не первая наша стоматология, мы до этого какие-то еще видели, да. Есть такое понятие, как клиентский опыт. То есть это весь наш жизненный опыт, который, соответственно, связан с данной услугой, данной сферой. И таким образом стоматология у нас, как правило, ассоциируется больше с синим либо с белым цветом, но точно никак не зеленым, да. Потому что зеленый – это чай, это, не знаю, крема, это, не знаю, кальяна мята, но это никак не стоматология. Я могу назовись обычным-то названием, не знаю, там, стоматология плюс, поменяя цвета, все, и вперед из песни. Вот после того, как он поменял на вроде бы обычное позиционирование, у него клиенты пошли. Вот просто пример того, как влияет на нас цвет там и позиционирование, да, то есть, ну, упаковка так называемая. Давайте теперь представим, что данную стоматологию дизайнер бы сделал в красных тонах, в красном цвете. Как вы думаете, какие у вас ассоциации бы с этой стоматологией были? Вот, все в красных тонах, не знаю, у меня бы была ассоциация с новой частью пила, да, там, кровь, боль, да, и все плохо. С чем ассоциируется красный цвет? Вот что такое красный цвет? Красный цвет – это цвет агрессии, цвет страсти. Цвет агрессии – это цвет страсти, да. Ну, и плюс привлечение к себе внимания. То есть, именно поэтому там делают что-то красное, там, кнопки какие-то на сайте, там, либо, как знаете, у БК, вот это вот, у Териадора, этот вот хрень, не забыл, как называется, тоже красный цвет, это привлечение внимания. Зеленый цвет ассоциируется у людей с, там, деньгами, финансами, да, там, с чем-то таким. Желтый цвет – цвет детскости, да, там. Черный цвет – это цвет доминирования, белый цвет – цвет открытости общения, синий цвет – цвет продолжительности романтических отношений, коричневый цвет – стабильность, да, то есть, вот куча значений цветов, у каждого из этих цветов есть, нужно это все узнавать. Там, фиолетовый цвет – цвет творческого полета фантазии. Вот, соответственно, вот это все нужно знать. Там, розовый цвет, цвет тепла, то есть, ну, когда, скажем, девушка в розовом цвете, там, подойдите, обнимите ее, потому что ей не хватает тепла и внимания, да. Вот, зная даже это, можно уже, там, на шаг вперед быть, там, в маркетинге, в понимании того, там, какое видео сделать, какой баннер нарисовать, да, там, какую упаковку сделать для сайта. То есть, если у вас целевая аудитория женщины, то лучше всего, естественно, делать это в розовых или фиолетовых тонах. Вот. Так. Дальше. Психолингвистика, да, то есть, ну, это, конечно, не относится напрямую к маркетингу, но я сюда это вставил, потому что я считаю, что это важный аспект. Да, плюс в видео, если говорить про видео, да, вот вы же будете создавать видео, рекламу. Это, ну, что такое видео? Видео – это текстовая аудио-визуальная информация. То есть, это синергия трех видов информации – текста, видео и аудио. Вот. Соответственно, поговорим про такую науку, как психолингвистика. влияние речевых модулей, тона, темпы речи на клиента. Как вы думаете, что важнее, что человек говорит, либо как он говорит? Понятно, из того, как я задал этот вопрос, как он говорит, да. Вспомните, пожалуйста, вот, если у вас там в группе, там, в вашей студенческой, либо там в параллельных потоках, там, не знаю, ребята, которые гнусают, да, говорят в нос, вот так вот, как будди, вот пекер. Привет, там, вот таким вот голосом противным, да. Вот есть ли у вас такие, да. Вот какое у вас отношение к этому человеку, вот только честное. Вот вы бы доверили ему, там, миллион рублей, не знаю, там, вы бы начали бы с ним встречаться, там, не знаю, там, сделали бы с ним детей, там, надеюсь, это не я. Ну, без обид только, да. Нет, почему? Потому что, давайте вот разберем, да. Потому что женщины, ну, и мужчины тоже, больше доверяют людям, у которых более низкие тембры голоса, да, то есть, скажем, вот идеально, если бы я, вот, знаете, вот таким фундаментальным голосом, знаете, как Басков бы говорил, да, вот таким вот, ух, вот, потому что женщина, когда слышит эти низкие обертона, она ощущает альфа-самцовость, то есть, чем ниже голос, тем больше тестостерона у мужчины, тем больше, естественно, она ему доверяет, как мужику, да, то есть, она может на него, там, ну, ему довериться, там, получить защиту и безопасность. То же самое, как бы, и с мужчинами тоже, когда, особенно у парней, у которых проблема по отцовской линии, у которых нету, там, папа, либо с ним натяжные какие-то отношения, они всегда ищут ролевую модель отца. Соответственно, когда они слышат какого-нибудь профессора, там, либо, там, человека, у которого такой брутальный основательный голос, соответственно, они воспринимают его как ролевую модель отца, вот. Таким образом, нужно уметь влиять на человека с помощью своего голоса, уметь работать голосом, да, то есть, голос должен быть поставленным, да, то есть, как минимум, у вас должно быть слышно, то есть, вы не должны сживать свои слова и доносить свою, соответственно, речь до собеседника. То есть, я вам скажем, когда, ну, я уже говорил, что я занимался музыкой, вот, у меня однажды было выступление на 8 тысяч человек, представьте себе, то есть, вот сцена, там, 8 тысяч человек, и я со своей группой, там, естественно, пою песни, играю, вот, я тогда чуть не наложил штаны от страха, но справился с волнением, конечно, вот начал петь. И я понял, насколько важно, да, то, что я, там, занимался дыханием, да, там, потому что, когда у тебя не проработано дыхание, как вот у нынешних 90% рэперов, да, которые выходят, там, скажем, вот, посмотрите концерты фейса, да, там, вот наглядный пример того, что человек не умеет работать с дыхалкой, то есть, у него непоставленный голос, он задыхается, его хреново слышно, у него хреновая дикция, либо, не знаю, там, этого, как его, казахского, казахского этого, скриптонит, вот, чувак как будто жует говно, извините, да, то есть, его настолько непонятно, да, то есть, приходится читать его тексты, чтобы понять, о чем вообще его рэп, вот я про это, соответственно, когда ваш, там, менеджер по продажам, да, там, либо вы, там, на встрече с клиентом, начинаете вот так вот говорить, то, фанаты скриптонита подъехали, то я фанат многоточия, юга и, у кого еще, я послушаю, короче, мы просто разных стилях, не обижаюсь, чувак, вот, соответственно, когда мы не умеем работать с своим речевым модулем, нас люди воспринимают по-другому, да, то есть, естественно, люди встречают по одежке, провожают по уму, да, но при этом, когда вы говорите, это тоже влияет на мнение о человеке, то есть, если бы я сейчас говорил, там, в резонансе, там, в головном, либо в носовом, вот таким вот противным, вот таким вот высоким голосом, да, вы бы вряд ли смогли меня слушать в течение, там, полутора часа, у вас бы заболела голова, у вас был бы минимум ко мне доверия, доверия, и вы бы сказали, что это за дебил, хотя я мог бы говорить то же самое, да, но при этом просто восприятие другое. Соответственно, если хотите изучить эту науку поподробнее, да, там, очень, на самом деле, интересные моменты в плане, там, гипноза, в плане, там, вот, синусоиды голоса, да, то есть, как убаюкивать, скажем, как вот цыганки этим пользуются. Вот цыганки очень круто используют вот этот момент убаюкивания, да, словесного гипноза. Это все НЛП, это все влияние на наше бессознательное, вот, кому интересно, изучите науку психолингвистика, там, НЛП, почитайте, посмотрите, вот, всем рекомендую, очень интересно. Дальше. Фрейминг. Кто слышал про такой тип манипулирования, как фрейминг, да, вот, напишите цифру, давайте, 5, у нас сегодня пятерка не было, вроде, 5. Что такое фрейминг? Вот, от английского frame – это рамка, да, то есть, мы, когда хотим повлиять на человека, отманипулировать с помощью фрейминга, мы его засовываем в определенные предлагаемые обстоятельства, а при этом у человека рождается, ну, то есть, у него сразу идет эмоциональный отклик. Давайте простой пример приведу, вот, представьте себе сейчас дольку лимона, вот, разрежьте лимон напополам, представьте себе дольку лимона и положите дольку лимона себе на язык, начните выдавливать эту дольку лимона, прям, почувствуйте, как лимонный сок у вас во рту, как он льется на язык, скатывается там, вот, у кого пошло слюноотделение, скажите? Вот, честно, признаюсь, у кого пошло слюно, у кого слюнь сейчас пошли? Почему так? Так, то есть на самом-то деле лимона-то нету, но слюни пошли. То есть реакция моментальная. То есть наш мозг, то есть какой мы вывод делаем, наш мозг, он не различает то, что на самом деле происходит, от того, о чем мы думаем. Именно поэтому очень популярны всякие там эзотерические учения, всякие там эти там трансерфинги реальности, там фильм «Секрет», типа там «Говори себе, что ты успешный, все будет классно». Вот почему это работает, потому что мы, когда о чем-то думаем, мы фокусируем наше внимание, наши мысли на чем-то, а наше тело тут же реагирует. То есть у нас сразу идет там выработка определенных гормонов, там эндорфинов, там еще чего-то, да, и нам хорошо. То же самое, соответственно, и когда мы используем фрейминг. Фрейминг очень часто используют в пикапе, да, то есть там, когда парни хотят познакомиться с девушками, как они это делают, они подходят к девушке и говорят, слушай, Оля, привет, меня зовут там Макс, «Вспомни самый страстный свой поцелуй, вот вспомни, как это было, расскажи, опиши, там, закрой глаза, представь». Если она реально начинает это представлять, да, то есть там, как она там была в Италии, там, не знаю, подошла к итальянцу, итальянец ее там, не знаю, обнял, начал ее целовать, они начали там, соответственно, вот этот страстный поцелуй, у нее тут же начинает реагировать тело. Я реально проводил эксперимент, когда выступал в разных городах, абсолютно разных, выбирал любую девушку, говорю, вот представь свой самый страстный поцелуй, она реально начала представлять, у нее начали краснеть щеки, да, то есть тут же реакция организма. Повышается давление, сердцебиение, соответственно, выделение пота. При этом поцелуи-то нет, то есть я-то ее не целую, но при этом она возбуждается, да, почему? Потому что ее мозг, он берет то состояние, то есть он вспоминает, как ей тогда было, и тут же начинает его ощущать. То есть зная это, вы можете создать определенное состояние у клиента, то есть вызвать определенное состояние у клиента, да, зная, что у человека могли быть какие-то определенные переживания, которые у многих есть. Скажем, почему нам всем в рекламе показывают семью? Ну, там, либо, вот давайте так, что такое, когда нам показывают в рекламе семью? Зачем? Зачем нам семью показывают? Давайте, прикиньте, зачем? Какая задача у маркетологов показывать в рекламе семью? Там, в рекламе йогурта, я не знаю, в рекламе молока, сметаны, там, не знаю, хлеба, колбасы, там, не знаю, там, какой-нибудь там таблетки, витаминов, зачем? Правильно, безопасность, да, вот молодец, Дарина. Безопасность, потому что единственное место, где мы чувствуем себя в полной безопасности, это семья. То есть когда нам показывают маму, папу, дедушку, бабушку, собачку, там, и так далее, мы чувствуем безопасность. Соответственно, когда рекламируется, скажем, что-то связанное с едой, у вас на первом плане, ну, помимо того, что это должно быть вкусное, это должно быть какое? Безопасное, да. Когда нам рекламируют таблетки либо витамины? На первом месте даже у нас теперь стоит что? Безопасно, что я не отравлюсь, что мне не станет плохо, что все окей. Когда нам показывают семью и таблетку, у нас что? Рисходит слияние, то есть продукта и то, что это безопасно, понимаете? Вот все, нам на подсознательном уровне вшивают идею того, что это безопасно, что это нормально. При этом нам напрямую могут даже об этом не говорить. Вот, это называется фрейминг. То есть нас помещают в определенные предлагаемые обстоятельства, да, скажем, если нас хотят вызвать чувство тревоги, то можете, пожалуйста, там, не знаю, там, вы сейчас на каком курсе, кстати, там, на третьем, на четвертом? Вот если вам в рекламе на первом. Окей, давайте так тогда вспомним ЕГЭ, у всех же ЕГЭ было, да, там, если вы в рекламе увидите, если вот вам ваша целевая аудитория показать в рекламе, как вы сдавали ЕГЭ, то есть там условно какой-то там зал, там сидят, там вы пишете, у вас стресс внутри даже, да, да, вы можете даже не находиться, вы не находитесь в этой аудитории сейчас, но вы вспоминаете. Я до сих пор вспоминаю, как вот у меня, меня три раза вызывали на комиссию в университете, то есть я настолько хреново учился, я учился в Ригунефтегаза на геофизика, ну, мне не было просто интересно, да, ну, хотя после этого меня взяли в компанию Шлюмберже, в нефтяную, да, но при этом я просто отказался, да, ну, не суть, да, в общем, я хреново учился, меня три раза... вызывали на комиссию, вот, и, соответственно, я еще два года после того, как я выпустился из университета, у меня в страшном сне снились эти комиссии, то есть вот, если бы мне в рекламе показали там что-то связанное с сдачей диплома либо комиссии, у меня бы тут же началось сердцебиение и все плохо, да, там, вот. Вот это пример того, как нами ногот манипулирует, да. Дальше, разрыв шаблона, да, вот сейчас на данный момент есть такое понятие, вы в любом случае с ним сталкиваетесь, это состояние автопилота либо баннерная слепота. Да, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, вот я вижу тут пять. Так, да, вот пишите вопросы, я обязательно отвечу на те, которые я вижу. Да, вот, проверим. Итак, состояние автопилота, состояние баннерной слепоты. Вот, почему? Потому что большое количество информации, которым наш мозг потребляет ежесекундно, это интернет, социальные сети, запоминал, мы бы просто бы... Так, сейчас нормально. Так, давайте проверим. Все окей. Фанаты скриптонита хотят заблокировать мою трансляцию. Итак, да, значит, еще раз, наш мозг воспринимает гигантское количество информации, да, то есть там ежесекундно мы через пять каналов восприятия, через глаза, уши, там, осязание, обоняние и так далее, мы воспринимаем кучу информации. Соответственно, мы, если бы воспринимали, наш мозг воспринимал все 100% объема информации, мы бы умерли, ну, то есть наш мозг бы взорвался, да. Поэтому большинство информации, которые мы уже знаем, да, какие-то определенные действия, которые мы уже делали, мы переводим в состояние автопилота, либо ставим фильтр. Простой вам пример, да. Представьте, вот ваш обычный студенческий день до самоизоляции, когда вот вы вставали, там, чистили зубки, ходили в туалет, закидывались бутербродом и ехали в университет. Вы же не задумывались о том, там, под каким углом, там, чистить зубы, да, там, под каким углом надевать носок. Вы это делали в состоянии автопилота, автоматизма. Согласитесь, если да, напишите цифру 19. Почему? Потому что ваш мозг уже привык к этим действиям. Это то же самое, если я вам скажу сейчас. Осознайте, что вы дышите. Подумайте о том, что вы сейчас дышите. Осознайте, что вам нужно дышать. Все. Что сейчас происходит? Вам нужно контролировать ваше дыхание. Но ведь до этого вы же об этом не думали. Вы на автомате дышали. Правильно? Вот. Это, на самом деле, мне сейчас тоже приходится контролировать свое дыхание. Вот это оно и есть. То есть мы, наш мозг, он очень ленивое существо. Вот он очень ленивая субстанция, и задача нашего мозга, помимо обеспечения нам безопасности, это сохранение энергии. Потому что, когда мы думаем, когда мозг думает, и когда ему нужно о чем-то там думать, что-то придумывать, ему нужно создавать новые нейронные связки в мозгу, то есть тратить калории. То есть ни для кого не секрет, что когда вы о чем-то думаете и что-то размышляете о чем-то, вы тратите калории. Соответственно, мозг, он работает на сохранение калоража, на сохранение энергии. То есть он не хочет думать о чем-то. Именно поэтому вам лениво изучать что-то новое. Может быть, читать книги, еще что-то. Потому что мозг сопротивляется. Соответственно, когда вы человеку показываете какую-то рекламу, то, как правило, 90% людей находятся в состоянии неосознанности. То есть у них фильтры, у них состояние бессознанки, и они в состоянии автопилота просто листают свою ленту. Я еще называю эффект сидящего на толчке человека. То есть чуть позже я даже покажу отдельный слайд. То есть когда вы будете создавать свою рекламу, видео, баннеры, неважно, вы вспоминаете о том, что вы создаете эту рекламу для сидящего на толчке человека. Почему? Потому что давайте вспомним, когда мы заходим в социальные сети. То есть когда мы видим рекламу вообще, когда мы в интернете сидим. Когда мы в туалете сидим, правильно? Когда мы едим, когда мы едем в такси, в метро, по улице идем. То есть мы параллельно с этим еще чем-то занимаемся. То есть мы же не выделяем конкретно, вот у меня есть полчаса, дай-ка я сейчас посижу, потуплю ВКонтакте и проанализирую рекламу, которую мне покажут. Так же не происходит. То есть нам параллельно там жена, что-то может говорить, у кого она есть, мама, папа, собачка. Параллельно мы можем слушать скриптониты и смотреть новости. И играть там, я знаю, новую катку в World of Warcraft. То есть мы параллельно еще чем-то занимаемся. И так же и другие 99% людей, может даже 100 ваших клиентов. Соответственно, они находятся в состоянии неосознанности. И мы, чтобы до них достучаться, мы должны разорвать их шаблон. Что такое разрыв шаблона? Это когда происходит что-то неожидаемое. То есть вы этого не ожидали, вы не думаете, что так будет. Это если я сейчас там встану, и оказывается, что я сижу там без штанов, это для вас будет разрыв шаблона. Я не буду это делать, но это как пример. Почему это работает? Потому что когда мозг, вот он создал определенные паттерны поведения. То есть как там чистить зубы, у него полочка есть отдельная, там вот у него файлик, как надевать носки, как ехать до университета, как параллельно там, не знаю, там делфишу ты читаешь, и играть там в Counter-Strike и так далее, у него есть куча шаблонных поведений, то есть повторяющихся действий. И также когда вы серфите в интернете что-то. Но когда мозг замечает то, что выходит за рамки, он это воспринимает как опасность, danger, то есть такая кнопочка загорается, опасность, да, все, и он тут же включает полностью свое стопроцентное осознание. Почему? Потому что первая задача мозга какая? безопасность, то есть обеспечение нашей безопасности. То есть когда кто-то начинает материться, либо идет на вас с кулаками, либо, не знаю, там вы идете там в переходе там в час ночи, после там, не знаю, там вечеринки, да, там и там стоит три чувака с битами, то есть тут же мозг начинает включать осознанность и начинает замедляться время. То есть вот кого-то этот эффект замедления времени был, когда там, скажем, вы там лекцию читали, там сдавали диплом, там, не знаю, экзамен сдавали, когда вам было страшно, не знаю, первое свидание, там, когда там, не знаю, вы там ждете свою девушку, либо парня, там смотрите на часы, там и каждая секунда для вас как минута. Вот у кого было вот это состояние замедления времени? Давайте напишите плюсики. От чего происходит эффект замедления времени? От того, что мозг отдает сигнал нашему организму сделать вброс адреналина. То есть, соответственно, гормоны, адреналины, еще там какие-то там серотонины, я уже не помню, да, они влияют на восприятие нами информации окружающих. То есть мы воспринимаем мир по-другому. Соответственно, он не в ускоренном виде уже, а в замедленном. Вот, соответственно, чтобы клиенты ваши, которые увидят там вашу видеорекламу, там, да, они восприняли эту рекламу и она запомнилась им. И чтобы еще лучше, если бы они о ней рассказали, то есть вы получили виральный эффект, так называемый, да, то есть когда вашу рекламу там репостят, там, и советуют друзьям, там, и знакомым. И вы получаете бесплатный просмотр, да, за который они платят. То есть тут нужно использовать разрыв шаблона, то есть что-то непохожее. То есть обычно самое легкое – это использование секса, там, либо мата, да, то есть сейчас очень популярно, там мат, там, вот у меня, скажем, есть знакомый Константин Зимин, да, у него есть доставка, кто слышал про суши, йоби да йоби, да, вот, кто слышал, плюсики поставьте, два плюсика давайте поставьте. Вот, это мой знакомый, мы с ним друзья, даже по некоторым проектам вместе работали, вот, у него было, ну, жалоб 30, по-моему, в Уфас, там, еще там какие-то там учреждения, да, он судился с некоторыми людьми, там, компаниями даже за название, да. Сейчас ВКонтакте опять им обрубили рекламу из-за названия, то, что это мат. На самом деле, это с японского перевод день, неделя, суббота, да, но в любом случае, как бы, ну, многие люди, естественно, воспринимают это как мат. Кому-то по приколу, кого-то это обижают, как вот со скриптонитом, да. Вот, соответственно, ну, как минимум, это запоминается, то есть это триггерит людей, то есть люди на этом акцентируют внимание. То есть, какая-то там доставка, ее бы забыли, какая-нибудь там суши плюс, да, вот, йоби да йоби запоминается, вот. Соответственно, потому что для мозга это опасность, соответственно, он это воспринимал, формировался и создал новую нейронную связку в мозгу, соответственно, все, информация отложилась, сон запомнил. Вот, давайте дальше. Вы как там не устали, давайте, может, там, не знаю, перерывчик, там, 3-5 минут в туалет сходить, там, чай попить, нет, нормально. Все норм, огонечки, ладно. Я на самом деле водички бы попил. Сейчас я воды попью, вернусь. Кто-то пишет, мне он не нравится. Ну, не могу всем нравиться, извините. Так уж получилось. Итак, я вначале рассказывал, что у меня знакомый есть продюсер Тату, вот, Иван Шаповалов. И вот пример разрыва шаблона, это как вот, скажем, пример с группой Тату. Вот кто слышал группу Тату, там, я сошла с ума, песни нас не догонят, напишите цифру, не знаю, 22, или плюсики поставьте. Вот почему группа Тату стала известной? Потому что в 2000-е годы тема однополой любви двух девочек школьниц была, типа, табу, то есть это как бунт против социума. Соответственно, это запомнилось, это привлекло к себе внимание не только в России, но и во всем мире. Если вы знаете, то у них, по-моему, там, это единственная вообще группа, но это факт, это единственная группа российская, которая получила мировое признание, круче, чем Горький парк, то есть если вы там знаете, да, ну, Горький парк тоже, они там за рубежом были известны, но не так, как Тату, вот, и у них количество проданных альбомов, по-моему, чуть ли там не превысило или там не приравнялось к продажам Майкла Джексон альбомов. Вот. Соответственно, почему это все сработало? Потому что был такой триггер, как провокация, да, то есть очень часто сейчас многие рекламные компании, там, скажем, вот, компания Авиасейлс, там, либо, там, презервативы, какая-нибудь там, Дюрекс, да, вот, если вы зайдете в их, там, сообщество ВКонтакте либо в Инстаграм, либо Black Star Burger, да, то есть они очень часто любят использовать вот этот вот разрыв шаблона, провокации, либо еще это называется ситуативный маркетинг, да, то есть там игры на каких-то инфоповодах, да, то есть там использование, там, Рибок, да, там, Келлинг, Кляйн, то есть вот если ко мне в Инстаграм зайдете, я прям отдельный пост написал про, там, вот эту вот недавнюю рекламу Келлинг Кляйн, где вот сидит пухлая женщина XXXL, там, в белье Келлинг Кляйн, вот, кому интересно, можете почитать, вот, ну, мое мнение, да, по этому поводу. Вот это, естественно, провокация, да, то есть это манипуляция сознанием через провокацию, вот. Дальше, эффект переноса, да, то есть вот мы вначале, помните, проходили такой момент, как трансформация клиента, да, то есть трансформация, там, из состояния А в состояние Б, либо из состояния жертвы, в состояние пробужденное, и дальше в состояние фанат. Вот если проще, это называется эффект переноса, это когда вы, ну, это тоже похоже на фрейминг, это когда вы продаете клиенту картинку будущего, то есть будущего его, то есть вы, когда продаете таблетки от похудения, вы же не продаете картинку пухлого человека, вы продаете картинку уже похудевшего, здорового, уверенного в себе человека, да, то есть вот это как раз называется эффект переноса, то есть вы человека, клиента, переносите в будущее, что с ним произойдет, как он будет выглядеть, как он будет себя ощущать, как он будет думать, что произойдет с его бизнесом, не знаю, с его внешностью, там, еще с чем-то, в будущем, после того, как он попробует там про взаимодействие с вашим продуктом или услугой. Вот это называется эффект переноса. Или продажа будущей картинки, продажа будущего. Очень, на самом деле, интересный момент, как это используется в квизах. Кто знает про опросы, квизы, да, там в квиз-маркетинг, кто слышал такой термин, там, напишите, да. Вот в квизах самое крутое, когда люди осознают, что им нужно там использовать эффект переноса. То есть вот вопросы не просто типа, какой бы вы там выбрали цвет камня, да, там, белый либо черный, там, не знаю, там, сколько этажей нужно в вашем доме, два либо три, да, это тупой квиз, да. А хороший подход к квизу, это когда вы в квиз зашиваете ваши услуги при этом как бы через вопрос. То есть вы задаете вопрос таким образом, что вы вроде что-то спрашиваете у человека, но на самом деле вам по барабану, что человек ответит, вам важно ему донести информацию того, что вы можете сделать и так, и так, и вот так, да, то есть поняли спешку, да. При этом вы можете продать ему как картинку будущего. Последний вопрос вы можете ему задать. Как вы хотите поменять свою жизнь или там, как поменяется ваш бизнес, как поменяется ваша жизнь после того, как вы посмотрите мастер-класс Макса Белоусова по маркетингу, да, там, то есть я делаю привязку к себе сразу. То есть я не просто спрашиваю, типа, вот, что с вами произойдет через два часа, да, там, спать, да, что еще что-то, а я делаю привязку. Что, как изменится ваше понимание маркетинга, какие инсайты вы хотите получить после просмотра, там, вебинара, там, мастер-класса Макса Белоусова, да. Я делаю привязку к себе, к своей личности. И тут же у вас идет ассоциация то, что так, окей, я уже что-то точно полезное получил от мастер-класса, но мне нужно просто перечислить, что. Вот понимаете, да, вот эту фишку? Вот это, на самом деле, продажа будущего. Это эффект переноса называется. Так, это пропустим. Вот как раз вот пример. Я это называю фрика-маркетинг, да, то есть использование фриковости, ну, там, провокации в рекламе, там, какие-то социальные по тексту. Мы подобрались к четвертому пункту нашей лекции, это внимание и креатив. Соответственно, как пробить баннерную слепоту и привлечь внимание клиента, да. Вот про состояние автопилота уже сказал. Соответственно, ну, резюмирую, да, что сейчас уже недостаточно просто настроить рекламу и ждать сотен заявок, потому что нам еще приходится работать с баннерной слепотой и состоянием присыщенности у человека, у клиента, да. Вот про эффект сидящего в туалете человека, я уже сказал, то есть реклама должна быть максимально понятна для человека, который занимается посторонними вещами, да. Даже картинку классную нашел, чтобы у вас визуальный контент тоже воспринимался и это все запоминалось. Вот, естественно, пример такой провокационной рекламы. Вот сеть суши Йоби да Йоби, о которой я рассказывал. Вот здесь реклама банка.точка на сайте Порнохаб. Управляй бизнесом одной рукой. Ну, точно, я бы запомнил, да. Я, кстати, видел эту рекламу. Миллионер из Балаших есть сериал про недопредпринимателя, который открыл свой секс-шоп. Кто не видел, посмотрите. Это на самом деле нативная реклама модуль банка, но очень круто подано, очень весело. И они за время вот этого сериала собрали порядка 100 тысяч подписчиков в YouTube. То есть очень крутая интеграция, очень классная нативка и прям зашло. И вот здесь не буду говорить, обещал не материться. Дантес, то, что написано, это кальяна, ну, ахули называется, да, там она вот в сети кальянах, там в Москве, в Питере есть. Вот. Ну, как минимум, вот эту картинку с Дантесом, с Пушкиным, точнее, все фоткают и выкладывают в Инстаграм, потому что прикольно, весело. Вот. Тоже под примеры того, то реклама, которая, ну, как минимум, цепляет, да, то есть как минимум, как-то вот привлекает внимание. Мне еще понравилась вот эта реклама, где вот снизу, видите, настраиваю рекламу в социальных сетях вот нацарапанной ручкой. Так это прикольно. Ну, реально, необычно. Вот напишите, какая вам реклама здесь, ну, какая привлекла внимание сразу, прям, напишите, только честно. Мне прям интересно. Девушка про поезда с девушкой. Вот парней привлекла девушка, потому что вот Тим, Игорь, Тарас написали про девушку. Аню девушка не привлекла, девушек не привлекает девушка, девушек привлекает парень. Ну, логично. Вот Полина тоже девушка привлекла. Ну, в общем, тут нет правильного ответа, просто тут все, на самом деле, реклама, они привлекают внимание. Но меня больше всего привлекало вот это вот, да, где нацарапанной ручкой. Прикольно. Да, на самом деле вот парень с краской привлекает внимание, потому что использование живых лиц, не стоковых, не из, там, стоковых, там, сервисов, очень круто влияет на восприятие, да, там, человека в рекламе. Мы больше доверяем этому. Вот это называется ситуативный маркетинг, да. Да, напоминаю, что если будете отмечать меня в сторис, в инстаграм, буду скидывать вам бонусы различные. Да, кстати, у меня есть обучение по маркетингу. Кому хочется, да, там, мы, кстати, вот с организатором, там, вот, обсуждали то, что, прошу прощения, как зовут? Игорь, да, извините, Игорь, с именами меня плохо. Вот, мы с Игорем обсуждали, что я разыграю, по-моему, три доступа к своему обучающему модулю, курсу по маркетингу, у меня там 65 часов, там, 33 урока, по-моему, плюс 6-часовая лекция от моего агентства, вот, а так, соответственно, кому не повезет, можете мне писать тоже в инстаграм, сделаю вам скидку, вот, можете тоже мне пообучаться, вот, буду рад вас видеть. Итак, давайте дальше, тоже вот примеры ситуативного маркетинга, когда используются инфоповоды, да, вот, скажем, как коронавирус, самоизоляция, да, вот, там, Билла, аргументы и факты, там, немножко по-петросянили, пошутили с гречкой, с туалетной бумагой, мегафон, ля-мода, ля-дома, да, то есть, там, сити-мобил, сидим-дома, ну, такая вот нативка, да, но вот важный момент, чтобы креатив не был во главу стола, то есть, вот, как здесь вот на примере, да, там, типа, на баннере написано, если эта реклама не сработает, то уволим нашего маркетолога, да, то есть, как бы, скорее всего, маркетолога уволили, потому что непонятно, что тут продается, да, то есть, ну, привлекает внимание, но задача маркетинга какая? Не привлечь же внимания, а еще и продать, правильно, поэтому здесь задачи продать нету, потому что непонятно, что продается в итоге. Вот, соответственно, не надо делать креатив ради креатива, делайте креатив ради как улучшения, украшательства, да, никак не креатив ради креатива, потому что вот может получаться так вот бред как здесь а какие принципы креатива есть можете сейчас вот за скринить я не буду перечислять просто как как списочек да мне кажется уже вы подустали я тоже горле першит так давайте быстренько пробежимся самое самое интересное часть лекции самое моя любимая на этой части лекции появляется еще больше хейтеров я уже прям готов фанаты скриптонита надеюсь тоже здесь и так значит что не так с фильмами марвел мультиками диснея книгами про гарри поттера кто хочет узнать поставьте плюсики и гонечки пожалуйста просто я уже сказал что в силу того что я с 14 лет увлекаюсь психологии не очень увлекает психология социальной инженеры манипуляция психология влияние на массы всегда это привлекало и я на самом деле маркетингом начал заниматься потому что однажды не знаю запомнили ли вы нет ну вам было лет 15 дали 14 в инстаграме ходила социальная флешмоб с хэштегом rip angel там где двое арабов разорвали с помощью машин собаку кто помнит будет круто реально мне кажется никто этого не помнит я помню вот соответственно вот после того как в инстаграме вот этот хэштег он причем продвигался не только в инсте но и в фейсбуке и в твиттере вот два-три года спустя после этого америка входит с войсками в ирак да вот казалось бы да там вы можете меня считать тем каким-то там этим типа свихнувшимся на типа на иллюминатах там масонах там и заговоров но логическая цепочка дать просто просли проследим вот людям показывают арабов которые жестоки а потом соответственно оправдывают их жестокость тем что вот они входят с ними воюют но еще 11 сентября естественно не кажется ли вам это взаимосвязано мне тогда показалось я прям реально четко это увидел взаимосвязь потому что потом выяснилось что это вообще не два араба два немца что это видео было постановочным всем уже было по барабану потому что эту идею уже людям насадили а то есть людям уже продали идеи того что арабские страны арабы они какие-то жестокие какие-то неадекваты да которые там животных убивают и людей и детей там и еще на свете вот то есть не люди соответственно с нелюдями воевать можно да там с людьми нельзя вот соответственно вот тогда я прям заинтересовался маркетинг я понял насколько мощный инструмент маркетинг что ну далеко ходить не надо майдан украину ну как бы если вы сидели за политическими новостями вы должны знать что майдан он организовался в фейсбуке то есть как бы все все это оно случилось благодаря телеграмму фейсбуку из ну и там и социальным сетям другим то есть там организовывать эти ячейки все это обсуждалось да как бы вот то есть при этом тоже можете набрать интересный эксперимент про фейсбук да вот какое-то время назад фейсбук провел эксперимент он взял определенную группу лиц разделил ее на две части но две группы создала одной группе он показывал позитивные новости другой негативные новости ну в ленте он специально ранжировал контролировал что подписчики видят в новостной ленте соответственно первые чувствуешь себя плохо после опроса вторые хорошо ну или там не помню кто коще кому показы плохие новости плохо ощущали кому хорошие новости хорошо ощущали то есть это доказывает что социальные сети влияет на наше настроение поведение желание цели амбиции вообще всё всё-всё-всё-всё то есть как бы то на что вы подписаны это тот чем вы являетесь да то есть там если вы там следите за там политическими новостями то вам это важно WHAT вот по сути просто проанализировав то на что подписаны уже значит вы за человек чем вы интересуется как бы чем вы живете и можно манипулировать вашим состоянием哦 то есть взять трампа то есть если вы посмотрите скажем на его рекламной кампании, как он сейчас стал президентом, то я думаю, что многие уже об этом говорили, что он стал президентом за счет мощной рекламной кампании в Фейсбуке. Кто про это слышал, тоже плюсы поставьте. Это же охренеть круто. Это настолько мощный инструмент маркетинга, что можно влиять на сознание целых стран, вообще всего мира. Взять Грету, которая топит за экологию. Я вообще считаю, что это проект под контролем. Но все равно, кстати, одна девочка повлияла на весь мир. Даже если это под контролем, все равно это круто. Давайте вернемся к фильмам Марвел, Дисней и так далее. Кто видел вот этот фильм? С Джонни Деппом назывался «Во все тяжко» у нас перевели. Кто ходил, может, смотрел? Значит, вот я когда увидел афишу этого фильма, он вышел где-то полгода или год назад. Вот Джонни Депп, вот у него солнцезащитные очки, вот у него здесь поцелуи от красотки, вот у него эти красотки на заднем плане, на пляже. Фильм называется «Во все тяжко», отсылка к сериалу «Во все тяжкие», где наркобароном стал учитель химии. И лозунг фильма «Главное правило, никаких правил». Вот даже те, кто не видел фильм, какая у вас ассоциация, какой ассоциативный ряд с этой афишей, как вы думаете, о чем будет фильм? Кто не смотрел, самое интересное даже. Кто не смотрел, какая у вас ассоциация с этим фильмом? Про чем фильм? Так, комедия, так, да. Секс и наркотики, да. Тупая комедия, мальчишник, да. Так у всех. Прикол в чем? Мы когда с девушкой пошли на этот фильм, я в конце рыдал, как ребенок. Потому что на самом деле это не комедия, это милая драма. Это фильм про учителя литературы, который заболел раком. И в течение фильма он, соответственно, пытается своим студентам по литературе объяснить, как надо жить. На самом деле это грустный фильм. Он философский. Но никак не комедия. И точно в Великобритании, в Оксфорде, нету пляжа с красотками, да. То есть это бред. То есть это маркетологи нам дорисовали, чтобы мы, как стадо овец, поперлись на этот фильм и, естественно, забашляли. Потому что вот у меня есть знакомый из Columbia Pictures. Он мне прям подтвердил, что мелодрамы продаются хуже, чем комедии. То есть если фильм мелодрамы, все, сразу, естественно, ну, в прокате денег меньше соберется, нежели чем какая-нибудь там тупая комедия, либо Марвелский боевик. Поэтому, естественно, маркетологи, чтобы лучше продать, чтобы получить больше денег в кассе, они, естественно, переделали афишу, да, и сделали адаптивный перевод. Потому что если взять оригинальный вид этой афиши, фильм называется Richard Sets Goodbye, то есть Ричард прощается, да. То есть здесь вот оригинальная афиша, где вот реально профессор Оксфорда, название нормальное, да, там, ну, оригинальное, вот, и как бы нет никаких непонятных женщин, там, пляжа и солнцезащитных очков. Вот. Дальше. Кто слышал про новость, то, что Ариэль сыграет темнокожая актриса? Да, то есть кто слышал про эту новость? Вот зачем это делать, как думаете? Естественно, для привлечения внимания. То есть сейчас тема, там, чернокожих афроамериканцев, она в топе, им дают Оскары, там, их пихают специальные фильмы, мы супертолерантные, как бы, ну, кто смотрел, давайте так, сериал «Ведьмак», кто играл там «Ведьмак 3-й», «Второй», там, там, компьютерную игру, кто смотрел сериал, кто читал книги, да, Сапковского. Ведь книги, они же, и сериал, они про славянские сказки, да, то есть это как бы, ну, славянская стилистика, и там, ну, никак не может быть предусмотрены темнокожие люди. Вряд ли Сапковский нацист, то есть вряд ли он, там, писал книгу с расчета на то, что вот я, там, против негров, типа, поэтому я их, там, не всуну в «Ведьмак», да, там, в книгу, в игру или в сериал, да. Ну, вряд ли он об этом так думал, да. Но при этом Netflix, что делают, они берут и пихают туда, даже делают эльфов темнокожими, да. Ну, бред. То есть, как бы, просто для галочки, да, там, я, скажем, вот, два года назад смотрел фильм «Робин Гуд», по-моему, два года назад вышел, и они в Шервудском лесу сделали прям отдельное поселение бедняков в темнокожих. То есть, еще раз, Шервудский лес, Великобритания, темнокожие, да, там, как бы, вот, да. Соответственно, это манипуляция, это жесткая манипуляция сознанием, то есть, зачем это надо делать, да. То есть, вот, понятно, что первое, для чего это делается, это чувство вины Америки за, вот, там, сколько там лет рабства, когда реально к темнокожим относились, как к скоту, к животным. Это понятно. Второе, Америка хочет создать новые, ну, как, ну, детей, которые супертолерантны к любой расе, то есть, ну, это называется глобализм, да, к любой расе, к любому вероисповеданию и к любому, там, ну, там, однополой, неоднополой браке, неважно, да, то есть, мы растим общество супертолерантных людей, то есть, вот это задача Америки, да, то есть, чтобы мы все дружили, ну, как бы, это верхушка, там, как бы, про второй, третий уровень не буду рассказывать, но верхушка такая. Так. Ну, понятно, что это хейт вызывает, но тех, у кого хейт это вызывает, меньше сейчас, чем тех, кто, типа, блин, это же, как бы, все люди-люди, как бы, и вот это все, там, ежеснимут эти все идеи, поэтому, ну, про это не спорить не будем, а то мы тут точно поругаемся, ну, как бы, вот просто пример того, как нами манипулируют даже через мультики. Ну, скажем, почему я сказал про мультики Дисней, давайте вот разберем просто, последнее, о чем скажу, про мультфильмы, да, вот давайте вспомним, про что были советские мультфильмы, либо старые мультики, там, Король-Лев, там, Миллион лет до нашей эры, там, про динозавриков, да, то есть какие принципы там показывались, то есть дружба, то, что есть принц, который спасает принцессу, правильно, то есть там пожертвования, да, там, ну, какие-то хорошие принципы, да, там, закладывались детям, ну, мне, по крайней мере, да, то есть вы другое же поколение, вот, какие сейчас мультфильмы, то есть какие принципы сейчас нам продаются? Образ инфантильного слабого парня, который ничего не умеет делать, который там сидит, там, бухает, курит травку, катается на скейте, там, и весь такой классный, там, рок-звезда, к нему приходит девушка, которая пацанка, которая умеет, там, сама за себя постоять, и в морду дать, и денег заработать, и она его спасает от дракона, сама ему предлагает, типа, жениться на ней, именно рожать детей, то есть, как бы, ну, она ему, как бы, вот, то есть она взяла на себя роль парня, да. Соответственно, что здесь происходит? Здесь происходит полный разворот, то есть принципов, да, семейных, то есть, вроде, ну, как бы, картинка нормальная была какая, вот, есть парень, который спасает, там, принцессу, да, вот, и они, соответственно, становятся семьей. Сейчас полный разворот, ну, это связано с многими принципами, там, моментами, там, например, с тем, что в 21 веке, вообще, в принципе, у мужчин проблема с, там, по маминой линии, там, и по отцовской, потому что нету у большинства из нас нормальных отцов, да, то есть, либо, там, у вас разведены семьи, там, либо отец вообще никак не участвовал в вашем воспитании, то есть у детей, у маленьких мальчиков, да, там, с самого раннего детства нету ролевые модели мужчины. Соответственно, он учится с детства угождать девушкам, там, в детском саду, воспитателям, там, преподавателям, профессорам, ну, и закладывается этот вот комплекс того, что, типа, мне нужно заслужить свою любовь, как бы, девушку у меня в жизни самое главное, ради чего стоит жить, да, как бы, и из-за этого строятся вот эти вот токсичные, некрутые отношения, там, между мужчиной и женщиной, ну, это, как бы, если психоаналитику прям лезть глубоко, вот. Ну, и, соответственно, кинокомпании-то это понимают, то есть, как бы, если сейчас будут вот этим вот парням продавать образ сильного мужика, они никогда таким не станут, то есть им, то есть, прикол в том, что, когда они увидят это в сериале, они почувствуют себя плохо, потому что они понимают, что они никогда таким не смогут стать. Но, когда нам, как в сериале, во все тяжкие показывают образ чувака, который наркоман, неудачник, у которого мало денег, который находится просто на последней стадии, там, деградации, на самой низшей, там, ступеньке общества, мы думаем, видя, как он трансформируется, что раз у него получилось, да, у чувака, у которого вообще ни хрена нет, он наркоман, у него денег нет, то у него все плохо, то у меня это точно получится. То есть мы на фоне его, помним, да, эффект контраста, чувствуем себя круче, чувствуем себя лучше него, да, то есть мы не стремимся, как раньше, когда нам показывали крутого чувака, который сильный, умный, классный, мы, наоборот, на фоне вот этого неудачника чувствуем себя лучше, потому что мы лучше этого неудачника. И если у этого неудачника получилось, то и у нас тоже получится. То есть понимаете, вот такой вот эффектик, да, интересный. Ну, там, на самом деле, очень много этого. Я вообще люблю смотреть сериалы, фильмы, и вот это все вот прям раскладывать на такие вот ступеньки и понимать по тексту вот эти вот, которые, ну, многие, может, не замечают. Ну, Гарри Поттер, да, там, долго не буду говорить там, ну, соответственно, однополая связь между Гриндевальдом и Дамблдором, да, об этом сама Джока Роллинг сказала, даже намекнула на это во второй части, показала эту связь однополую о фильме «Фантастические твари 2», и, соответственно, сама признала, что она будет развивать эту любовную линию уже в третьей части, вот. Зачем это делается? Правильно, привлечение внимания, потому что она это не закладывала в Гарри Поттер. Соответственно, провокация, привлечение внимания, вот, то есть, ну, как бы, может мне не верить, можете проверить, да. «Капитан Марвел», то есть суперфеминистский фильм, который показывает образ сильной женщины, да, то есть, долго тоже описывать не буду, кто смотрел, со мной согласятся, да, или не согласятся, как бы, дело ваше, как бы, я просто вам рассказываю свои наблюдения. Щелкунчик темнокожий, почему нет? Вот еще интересный момент, то, что если проанализировать все фильмы, там, за последние, там, 15-20 лет, то главный герой фильма будет, там, троица святая, да, я это называю, это белый человек, темнокожий человек и японец, азиат. Ну, это сделано из политического соображения тоже, потому что, ну, как бы, они же скинули, там, на Хиросиму, на Гасаки бомбу, им же нужно как-то, там, политически как-то дружить, и они, естественно, делают фильмы, где они дружат, и, естественно, продают идеи того, что мы друзья, при этом враги, кто? Россия, правильно, да. Вот, это называется принцип Ocon Overton, все, как бы, с этим, окей, закончим. Последнее, то, что хотел с вами сегодня рассказать, продискутировать, вот там, как, еще живые, это упаковка, да, то есть, вот, если резюмирую все то, что я вам рассказывал, упаковка – это как раз текстовая, аудио, визуальная информация, это вот эссенция вот этого всего, которое вы проецируете, там, на сайте, там, в фирменном стиле, в логотипе, в нейминге, да, там, в видео, да, там, вот это все, а это называется упаковка. Вот, давайте теперь быстренько пройдемся, да, там, основной принцип упаковки. Значит, ну, вот, пример, да, то есть, вот, вещь с упаковкой, вещь без упаковки, то есть, Nike 5000 рублей стоит без упаковки, обычной кроссовки, которая делается на том же самом китайском заводе, бедными детишками за 1 доллар в сутки, но при этом стоит в 5 раз дешевле. Почему? Потому что есть надбавочная стоимость бренда у Nike, а там нету. То есть, Nike вкладывал миллиарды долларов, чтобы надбавочную стоимость создать, вот это все Just Do It и так далее, да, хотя, вот, интересный факт, что фразу Just Do It, на самом деле, придумал маркетолог, который, увидел заключенного, которого приговорили к смертной казни, и когда у него спросили, что последние ваши слова перед тем, как вас там на электрический стул поставили, он сказал фразу «Дует», да, типа, сделай это, ну, как бы, делай, ну, и в итоге этот Just добавил, и получился Just Do It, да. Ну, просто так, интересный факт из маркетинга. Да, кстати, кто хочет в этом больше разобраться в плане продвижения брендов, можете почитать книгу Наоми Клайн «Но лого». Очень крутая книга, не знаю, читали ли нет, кто читал, поставьте плюс, мне прям интересно. Большой такой том, это американская журналистка, вот, она прям описала про то, как продвигались там вот эти все компании, как Marlboro, Heineken, там, Apple и так далее. То есть прям целый, прям, Талмуд, очень крутая книга, всем советую. Ну, естественно, iPhone, обычный телефон, да, там, студия Артемия Лебедева, логотип за 100 тысяч рублей, и где-нибудь No Name там на фрилансе за 15 тысяч рублей. Вот, это, естественно, сила упаковки, сила бренда. Так, кто-то, по-моему, даже читал. Так, напишите, пожалуйста, книгу, давайте напишу. Да, но лого называется Наоми Клайн, написала. Вот, я немножко перефразировал знаменитую фразу «Встречает по одежке, провожает по уму», я это назвал как «Встречает по упаковке, провожает по продукту». Соответственно, упаковка супер важна. Я выделил три правила главных упаковки. Да, то есть, естественно, клиент, когда видит ваш логотип, ваш сайт, ваш аккаунт в Инстаграме, ваше видео, он должен за 15 секунд, это среднее время продолжительности сессии в интернете, там, на сайте, не знаю, в интернете, когда клиент принимает решение, либо ему смотреть дальше, либо нет, либо читать дальше, либо нет, а то и меньше. Там, видео, скажем, это среднее 3 секунды. Это еще называется хук, да, то есть, вот, в силу того, что, как я уже говорил, я музыкой занимался, я однажды прочитал книгу про одного сонграйтера, да, то есть, ну, как бы ни для кого-нибудь секрет, что песни там Рианы пишут не Рианы, да, там, либо там песни там какого-нибудь другого группы, либо исполнителя пишут они, да, то есть, там есть чуваки, которые прямо профессионалы своего дела, они пишут песни. Соответственно, вот есть один чувак, он живет в Техасе, и он пишет песни для чуть ли там не 70-80% всех звезд по всему миру. Да. Вот, соответственно, кстати, Ёлке песню писал мой знакомый даже, да, там, который тоже сотрудничал с Тату, с Юлией Савичевой и так далее, вот. В общем, вот я когда читал книгу этого чувака, он рассказывал то, что есть несколько правил хита, вот один, одно из правил хита, это чтобы песня цепляла первые пять секунд, потому что за первые пять секунд человек решает, он будет слушать дальше, либо переключит канал, либо переключит другую радиостанцию, либо там свайпнет в интернете, ну, там, ну, на телефоне. Вот, соответственно, чтобы за пять секунд привлечь его внимание, нужно создать хук. Хук. Что такое хук? Да, ребят, давайте вернемся к лекции, потом обсудим музыкальные вкусы. Значит, что такое хук? Хук – это когда есть какой-то запоминающийся джингл, да, то есть какой-то проигрыш запоминающийся, да, скажем, как, давайте вот представьте песню Fire Scooter, и у всех сейчас заиграл этот проигрыш, да, у кого заиграл, десятку напишите. Вот это как раз хук, да, хук может быть либо джингл, либо какой-нибудь, какая-нибудь речевка, да, скажем, как у Blackstar, у 99% их песен, у них везде есть какая-то запоминающаяся, абсолютно тупая фраза, которая въедается в мозг и запоминается, да, там, скажем, как у Джигана «надо подкачаться, надо, надо подкачаться», то есть она настолько въедается, она тупая, что она запоминается, да, и вот это тоже влияние, это пропаганда, то есть это как бы, ну, влияние на наш мозг. Таким образом, ну, смысл понятен. Соответственно, вернемся к упаковке. За 15 секунд ваш клиент должен ответить на три вопроса. Куда он попал, что ему предлагают, нахрена ему надо это. Когда вы ему показываете сайт, он в течение 15 секунд должен понять, куда он попал, что ему предлагают, нахрена ему это надо. Вот, когда вы будете снимать это видео, в течение 5 секунд вы должны донести человеку три основных момента. Куда он попал, то есть что ему показывается, что ему предлагается, и нахрена оно ему это надо. Вот, три важных момента. Вот, соответственно, правило 15 секунд – это время, средняя продолжительность, за которое клиент принимает решение, там, читать дальше, либо уйти, смотреть дальше, либо не смотреть, да. Именно поэтому, скажем, в YouTube, да, если говорить про видео, там, вот, вы же все там смотрите, там, видеоблогеров различных, именно за этим они в первые, там, 5-10 секунд делают нарезку, да, самых интересных моментов, так называемый трейлер, да, тизер выпуска. Вот, именно за этим, чтобы продать просмотр человеку дальше, да, то есть чтобы он в первые 5 секунд заинтересовался и, соответственно, там, смотрел дальше. Дальше, задача сайта, там, либо рекламы, да, то есть я это еще называю, там, правило «одна боль, одно решение». Всегда должна быть только одна цель, то есть многовариантности нужно избегать. Это как, знаете, это как вот пример с рестораном. Вот как вы думаете, клиенту где проще сделать выбор, когда меню из 5 позиций или из 500 позиций, как вы думаете, да, то есть вы когда-нибудь ходили в ресторан, где вот такая вот книга, меню, и вам сложно выбрать, вы прямо вспомните то-то ощущение, когда вот вы сидите, выбираете, там, из 100 позиций салата, в итоге выбираете самое, понятно, что вам это салат «Цезарь», да, даже, там, не смотрите остальные. Вот это про оно и есть, да. А в книге, там, «Взлом маркетинга», можете почитать, классная книга, там прямо приводится, ну, там, пример эксперимента с джемами, да, там была ярмака, значит, было 20 видов джема, зафиксировали продажи, потом оставили 5 видов джема, и когда оставили 5 видов джема, продаж было больше, потому что клиенту было легче сделать выбор. То есть, казалось бы, да, там, когда предоставляется выбор больше, то есть продуктовая линейка матрица больше, казалось бы, должно быть больше продаж, потому что мы вроде бы удовлетворяем даже самые, там, изысканные вкусы, там, как слушать скриптониты, да, но по факту, на самом деле, происходит так, что клиент делает выбор тогда, когда проще сделать выбор. То есть, чем меньше позиций, в идеале, если это одна позиция, соответственно, выбор у него между либо купить, либо не купить, да, то же самое с сайтом, то же самое с видео. То есть, когда вы будете создавать видео, у вас должна быть только одна цель, и вы должны четко понимать, что это за цель. Либо, там, знаешь, купить машину, то есть, продать машину клиенту, либо продать ему тест-драйв, либо продать ему переход на сайт, либо продать ему идею того, что Danone – это безопасный экологичный продукт. То есть, одна цель, немного цели, да, одна цель. Вы должны четко, конкретно определиться, что это за цель, и на клиентском пути ее нарисовать, да. То есть, сегодня, к сожалению, не успею рассказать уже про CGM, Customer Journey Map, да, но я думаю, что вы с этим знакомы. Соответственно, избегайте вариативности. Четкий, понятный оффер должен быть. Вот примеры упаковки нашего агентства. Просто сейчас быстренько полистаю. Там разных мероприятий, сайтов. Так, про анализ конкурентов, думаю, понятно, как делать. Это тоже. Сегментация, думаю, тоже вам понятно. Вот на этом осталось чуть-чуть, ребят, буквально 5 минут, и вопросы будут. Важно, чтобы вы, когда будете создавать рекламу, позиционирование, упаковку, вы определились с основной характеристикой вашего продукта, потому что быть хорошим, идеальным во всем невозможно. То есть, невозможно создать продукт, который будет хороший в маркетинге, в сервисе, в продажах, и в упаковке, и в позиционировании, во всем. Например, скажем, вот, когда я работал с Саязом, он рассказывал очень интересный случай про пиццерию в Ижевске. Значит, в Ижевске одна пиццерия захватила весь рынок. За счет чего? За счет того, что она просто поняла, что клиенту важно не качество пиццы, не цена, а самое важное для него – это время доставки. Она сделала на это акцент. И, соответственно, она была пиццерия, которая быстрее всех доставляла пиццу. И они, соответственно, захватили рынок, потому что они поняли, что на самом деле важно клиенту и на что сделать упор. Вот именно поэтому у них, соответственно, на десятке, если построить такую звездочную диаграмму, было время доставки пиццы. Соответственно, здесь, сейчас, в нынешних реалиях самоизоляции, кризиса, как вы думаете, что на первом плане у людей стоит? Когда они задумываются о продуктах, о покупке, либо о доставке, как вы думаете, что? Нет, не цена. Безопасность. Безопасность, потому что люди боятся заразиться. Санитарии безопасность, конечно. Именно поэтому, ну, просто пример того, что те компании, которые гибкие, которые могут что-то придумать, как-то трансформировать свой оффер, свое предложение, они на конечность, да, то есть там, скажем, там, Delivery Club, там, Яндекс.Доставка, да, они на этом сыграли, сказали, что вот они там у нас, там, эти курьеры в масках, там, бесконтактная доставка, это они сделали же, вот, и они, соответственно, выиграли на этом. Вот. Скорость не так важна, все дома сидят. Какая скорость, какая разница? Ты целый день сидишь дома и смотришь сериалы, куда тебе спешить. Так. Тоже важный момент, не забывайте о том, что нужно всегда продавать результат, то есть не процесс, то есть самая большая ошибка маркетолога в том, что вы продаете процесс, технические характеристики, параметры, но никак не результат. То есть, ну, самый популярный пример, да, это когда нужно продавать не дрель, а дырку в стене, да, а если еще дальше, то не дырку в стене нужно продавать, а картину, которую можно повесить на гвоздь, который можно, соответственно, пробить с помощью дрели. А если еще дальше, это в Америке, это называется четвертый уровень желания клиента, это продавать эмоции, то есть продавать эмоции от картины, которую можно повесить на гвоздь, которую можно вбить в стену с помощью дрели. Вот. Это, соответственно, пример того, как нужно строить маркетинг. Все, отстрелялся. Спасибо за внимание. Вот контакты мои, вот мой инстаграм, как я говорил, можете мне отмечать в инстаграме, писать отзывы, как вам там понравилось, либо не понравилось, я все читаю, всем скину бонусы. Вот, давайте теперь, так, Игорь, какой у нас сейчас план мне ответить на вопросы? Вы там как, все живые? Так, спасибо, 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 реально. Было бы хорошо, конечно, если бы живую, было бы намного веселее, и была бы обратная связь, но карантин, к сожалению, свои коррективы внес. Итак, давайте я на вопросы отвечу, вот, и уже будем закругляться. Так, Анастасия спрашивает, расскажите, как нам, студентам, развиваться в плане маркетинга? Всем понятно, что корочка маркетолога не нужна, нужны конкретные кейсы. Как посоветуете развиваться быстро и эффективно? Где искать первых клиентов и куда идти работать в компанию, международной компанией или развивать личный бренд, работать с брендами в соцсетях? На самом деле я вам порекомендую посмотреть видео. Сейчас я вам скину даже его. Секунду, не даю. Это видео про мою историю, того, как я пришел вообще в маркетинг, да, и как я там начал работать с Аязом. Вот, дальше, после этого, после того, как я начал работать с Аязом, там был Тони Робинс, Сколково, там, другие компании, да, там, свой рекламный агент открыл, ну, просто вот там, в этом видео описывается мой путь. Ой, не туда скину. Печатик, наверное, вообще. Вот, посмотрите это видео. Плюс в Инстаграме я тоже там, если полистаете вниз, там, описывал то, как я пришел в маркетинг. Если вкратце, описывать то, что вы спросили, как я это сделал, да, я уже говорил, что я занимался музыкой, да, там, мне было интересно, там, быть музыкантом, да, но далеко не маркетологом. Я пять лет отучился на геофизика, два года поработал по профессии, зарабатывал 37500, работая с дедулями 55-60 лет, строя карты месторождения, да, то есть супер неинтересная работа, вот, и в какой-то момент я просто понимаю, что, ну, я так дальше не хочу, и, ну, если вкратце, да, там, там, с вами были интересные истории, там, и с всякими, там, чуваками, которые мне будущее нагадывали, там, еще там другие. Ну, в общем, если вкратце, то мне просто знакомые говорят, что, слушай, почему бы тебе не заняться SMM, да, то есть, потому что ты, когда я просто занимался музыкой, я продвигал свои концерты, у меня там было и 500 человек, и 700 человек на концертах, вот, и я сам занимался рекламой ВКонтакте, там, группу раскачивал, там, личную страницу свою, там, вот, и я составил резюме, где 90% я наврал, то есть я придумал кейсы, опыт свой, и, соответственно, ставил туда телефоны своих друзей, то есть если будут звонить, проверять, соответственно, чтобы мои друзья, там, подтвердили, что я все нормально сделал. И мне в тот же день звонит девушка, говорит, приезжай, соответственно, вот, нам нужен SMM-щик. Вот я приезжаю к ребятам, которые тогда занимались продвижением концертов Blackstar, да, вот, и они тогда были единственным, первым единственным агентством, которое занималось спамом ВКонтакте в гигантских масштабах, да, то есть они делали рассылки по 100-200 тысяч, там, сообщений в сутки. Было, вот, получается, 5 лет назад, когда вот еще программа VKBot работала. И они таким образом за 100-200 тысяч рублей собирали, там, по 8-10 тысяч человек, там, Тимати, Львану, Blackstar, Егора Криду и так далее, вот. Ну, и меня все это настолько вдохновило, что я говорю, ребят, научите меня, хочу, там, как вы, там, в итоге, там, я, соответственно, там, полгода к ним ходил, обучался, после этого стал их партнером, мы открыли агентство, да, первое, SMM-Lemon, ну, и после этого, там, 3 месяца мы жили на Шри-Ланке, полетели, там, оттуда работали, ну, и после Шри-Ланки я понял, что мне уже нужны свои кейсы, я ушел уже в свободное плавание, имею уже какой-то опыт. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, первое, что вы должны сделать, это найти себе первых клиентов, первые клиенты, это ваш опыт, да, то есть не бойтесь брать крупных клиентов, это даже лучше, потому что крупный, почему стоит работать с крупными клиентами, да, то есть, опять же, вот, вам лайфхак, когда вот я работал с этими ребятами, их звали Дима и Рим, да, вот, я спросил, ребята, что вы работаете только с, ну, известными исполнителями, почему вы там не продюсируете, не продвигаете начинающих рэперов, они говорят, смотри, Макс, если к нам, приходит баста, то когда мы его продвигаем, даже если мы обосрёмся в рекламе, в продвижении, он все равно соберет, потому что это баста, то есть, в любом случае на него люди придут, там, 2-3 тысячи человек точно придут, то есть, мы пустой зал не соберем, а если какой-то нонейм, да, то есть, как бы, у него и денег мало нету, и риски гигантские, да, и кейс особо нету, то есть, как бы, ну, окей, собрал ты какому-то нонейм артисту, там, тысячу человек, да, ну, и что, никто его не знает, а если ты работал, как я вот пишу, там, в шапке профиля своего, там, Тони Робинс, Аяс, Бэкстар, их все знают, да, то есть, это кейс, то есть, одни плюсы работать за тебя звёздами и куча минусов работать с нонейм, поэтому всегда старайтесь, бейте в звёздные большие компании, там, пытайтесь к ним пробиться, там, бесплатно, там, либо, там, за помощницей какой-нибудь, не знаю, либо просто, не знаю, нарисуйте им, там, какую-то, там, картинку в социальных сетях, и это уже можно считать, потому что вы работали, там, с какой-нибудь, там, компанией МТС, либо Мегафон, вот, то есть, вам нужно зацепиться, да, то есть, как бы, сделать себе имя, работать над брендом своим, вот, и дальше, соответственно, там, оно, как по накатанной всё пойдёт, то есть, будьте наглыми, не бойтесь ничего, потому что маркетинг – это профессия коммуницирования с людьми, это профессия, как бы, она живая, да, то есть, это не бухгалтер, то есть, вам в любом случае нужно быть творческим, ярким, там, запоминающимся, да, то есть, личностью, будьте личностью, да, то есть, вот, ну, как я отвечу на этот вопрос, если я ответил, там, как-то, маякните, если кому-то помогло моя история, моё объяснение, да. Так, Анастасия пишет, я посмотрел вашу историю, просто хочется один-два практически шага сейчас. Ну, два шага. Резюме можете придумать, составить, и крупные клиенты. Кровь бизнесу, ну, как-то их получите, достучитесь. Если не получается, идите в агентство, чтобы там через агентство получить этих клиентов, то есть, агентство уже работает с какими-то крупниками, вы в течение года работаете, там, каким-то, там, помощником, 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 а потом просто можете сказать, что, да, когда я работал в компании, там, BBDO, там, я работал с такими-то, вот, известными брендами, такими, как, и начали перечислять, всё, и всем пофигу, как вы, там, с ними работали через агентство, либо лично, всё, вы с ними работали так я выборочно будут вопросы брать не будет ли профицита маркетологов недалеком будущем если будет у как скоро да уже до хрена маркетологов реально ну просто очень много но мало хороших поэтому будет пресыщение рынка в принципе маркетологи хреновыми специалистами но хороший будет на визу и хороший будет зарабатывать еще больше потому что все предприниматели обожгутся оба хреновых маркетологов да и естественно будет больше ценить эту услугу и естественно хорошие специалисты могут поднять себе ценник за это так так по поводу консультации всего instagram пишите контакты есть либо в телегу зачем будущее в маркетингом зачем будущем маркетингом или же за новое активно развивающиеся направлению медиа медиа маркетинг не совсем понял вопрос медиа маркетинг это часть все равно маркетинга как это можно быть отдельно у женщин какой голос должен быть чтобы повлиять на аудиторию тут вопрос про архетипы то сможете почитать эрика берна транзактный анализ там либо проливым ролевые модели левые архетипы да смотря кем вы хотите быть для аудитории если вы хотите произвести на нее впечатление эмоцию дать ей безопасности защиты и любви то вы должны быть мамой для аудитории мама как правило как разговаривать тихо спокойно и иногда там строго да то есть ну вот как бы если вы хотите быть другом для аудитории да будьте сестрой как сестра разговаривать там со своей сестрой там ну то есть вот это по сути все идет из жизни то есть вы повторяете ролевые какие-то субпозиции из конкретно жизненных ситуаций как это кстати можно применить в продажах например да там ну скажем вот у вас там клиентки 35 плюс в бизнесе да предположим продажник может взять на себя архетип любовника да то есть разговаривать с сексуальным подтекстом с клиенткой да и как бы это может нравиться а может не нравится да как бы как просто для примера говорю либо архетип отца то есть вот менеджер звонит специальным таким брутальным голосом возрастной такой менеджер и успокаиваю девушку там то есть у девушки ощущение что за нее все решат и все будет хорошо да естественно именно поэтому она покупает продукт именно поэтому скажем в видео часто используются дикторы с голосами такими ну низкими такими брутальными с хорошей дикцией вот вроде бы вопросов больше нету все я закончил так игорь финаль правда очень интересно нам вот по крайней мере я вот учусь на втором курсе и был предмет маркетинг нам рассказывают сухую теорию то есть каких-то практических кейсов и их разбора нет и максиму большое спасибо за то что он как-то помогает понять то что вот кажется на деле кажется легким но внутри имеет очень глубокую аналитику и маркетологи это очень такие умные люди которые продвигают все бренды по поводу команд ребята ребята вам скинем мы пары брендов которые будут у вашей команды до 11 числа ну даже раньше чтобы мы могли получить все эти видео и знали что все все сделали 11 числа через неделю ровно в 7 часов вечера будет отбор скорее всего на зуме ну потому что самая удобная платформа здесь его проводить максимально неудобно в зуме будет проходить отбор то есть жюри будет мать сидеть и будет сидеть еще сразу вам скажу а не улыбина председатель совета и еще я и кто-то из камней команды организаторов и мы подготовим с максимом какой-то грубо говоря чек-лист по которому мы будем проверять работы ваши то есть ну какие-то критерии чтобы мы понимали соответствует ваша работа этим требованиям или не соответствует и поэтому готовьтесь мы вам скинем через ваших кураторов передадим информацию по брендам если есть какие-то вопросы у вас я моя личка вы ее знаете максим свои контакты на соседи дал критерии да скажет разумеется мы вам обязательно все сообщим то есть ну опять либо через кураторов ли мы выложим отдельный пост вот поэтому максиму спасибо эти два часа пролетели очень быстро на мой взгляд я вот никогда не думал что такая вот сложная тема может оказаться настолько интересно рассказываем и максиму спасибо вам спасибо за то что слушали и а какой про какой розыгрыш говорили в начале может что-то тоже обсуждали что мы разыграем там три доступа к обучению да это будет они не разыграны это просто ребята которые займут призовые какие-то места им будет положен просто с вами ребята спишутся мы вам дадим их контакты и вы тогда просто с ними договоритесь и как-то там организуете доступ к своим курсам остальным возможно какая-то скидка либо просто там какая-то консультация от вас если это возможно и думаю ребятам будет полезно и тем более вы очень доступно это все объясняете да бренды скажут сегодня если вопросов нет то предлагаю заканчивать всем спасибо было очень приятно со всеми вами поработать или вам спасибо за терпение максиму спасибо за интересную реакцию будем ждать вас и ваши работы концу недели чтобы одиннадцатого числа очень красивых защитить и чтобы порадовать не только максима меня там аню а ну и самих себя что главное что вам эта работа нравилось чтобы получать от этого кайф вот всем спасибо тогда я отключаюсь всем наверное тоже запись вебинара будет она будет немного позже когда в принципе нас конвертируется мы обязательно вам и разошлем и максим разумеется тоже чтобы он был за ее соцсетях вот всем спасибо всем пока спасибо до встречи счастлива